Здравствуйте, дорогие коллеги. Меня зовут Мария Юрьевна Копыловская. Я кандидат педагогических наук, доцент иностранных языков и лингводидактики филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Я по роду своей деятельности являюсь координатором, магистратурой обучения иностранным языкам и конструктивной коммуникации. Немножко мешает звук. Пожалуйста, выключите микрофоны лишние. И хотела сказать, что тема цифровых технологий мне очень близка, что я веду курс элективный, пока элективный курс у нас «Цифровые технологии в обучении иностранным языкам». И сегодня мы с вами вместе попытаемся ответить на такой важный вопрос вообще, что происходит сейчас в нашем сегодняшнем образовании, в языковом образовании, то есть в обучении иностранным языкам. И как нам в этом помогают или не помогают цифровые технологии. И я хотела бы представить нашего технического ассистента Полину Александровну Безуглову. Она нам будет помогать следить за регламентом. Хочу напомнить вам, что у нас очень строгий регламент, 10 минут на выступление, поэтому следует сосредоточиться на самых главных моментах, аспектах своего доклада. То есть более какие-то подробные детали наши участники конференции потом смогут прочитать в ваших публикациях замечательных, которые появятся после конференции. И, собственно говоря, мы понимаем, что меняющаяся система координат, она нас ко многому обязывает. И сегодня здесь мы видим людей, которые занимаются как практики, как исследователи, и они сегодня готовы поделиться своим опытом и своими изысканиями со всеми теми, кто здесь присутствует. Еще раз напомню вам, что хотелось бы видеть включенные камеры, хотелось бы видеть лица, не фотографии или не записи, поскольку ведется запись этих конференций. И, собственно говоря, соблюдать регламент. За две минуты до окончания вашего доклада Полина Александровна вам напомнит, что нам нужно завершать наш доклад. Если у вас какие-то вопросы появляются, пожалуйста, задавайте их сразу. УСНО-докладчику время на вопросы пять минут. Если вы не успели, то всегда есть чат. Вы можете написать свои вопросы в чат зума. И мы помним о том, что есть у нас синхронные переводчики, которому большое спасибо, которые нам помогают. Если у вас есть желание или возможность или необходимость включить синхронный перевод, у вас значок глобуса, который вы можете использовать. Есть ли у вас какие-то вопросы? Скажите, а сколько времени на доклад? Десять минут на доклад. Десять минут доклад, пять минут на вопросы. Если вопросов больше нет, то тогда давайте мы приступим с вами непосредственно к работе, заседанию нашей секции. И первый докладчик у нас Владимирова Людмила Павловна, гемомит России, которая выступит с докладом обучения иностранным языкам в ВУЗе в период развития цифровых технологий. Давайте мы ее пригласим. Добрый день, уважаемые коллеги. Хочется всех поприветствовать и пожелать всего хорошего, успехов в нашей конференции. Я хотела бы сейчас, прежде чем начать, демонстрацию экрана включить. Правильно я делаю или нет? Зеленая кнопочка. Видно мой экран или не видно? Да. Видно, да? То есть я могу презентацию показать. Включите, пожалуйста, слайд-шоу, или F5, нажмите кнопку F5. Хорошо, все, вот мы сейчас вот так вот, F5. Отлично, замечательно. Видно, да? Тогда мы начнем. Тема обучения иностранным языкам в ВУЗе в период развития цифровых технологий, она очень актуальна. И несмотря на множество многочисленных исследований в этой области, мы можем говорить, что эта тема еще недостаточно исследована. Цифровые образовательные технологии, они связаны с дистанционным обучением. Мы рассматриваем дистанционное обучение как форму, при которой, как и любую другую форму обучения, при которой взаимодействие всех участников учебного процесса осуществляется особыми специфическими средствами интернет-технологий. На какие же факторы следует обращать внимание при организации учебного процесса в дистанционной форме обучения? Прежде всего, на выбор программного обеспечения, который мы уже использовали, такие как Zoom, Google Meet, или Moodle, или Teams, или Rosetta Stone и так далее. А также на модель дистанционного обучения. Прежде всего, это модель интеграции очного и дистанционного обучения, это модель вебинаров в виде вебинара, модель сетевого взаимодействия и так далее. Очень важным фактором являются психологические особенности сетевого взаимодействия, где необходимо изучать сетевой этикет, каким-то образом привлекать, организовывать деятельность студентов, вовлекая их в совместную деятельность, предлагая совместные группы сотрудничества и так далее, творческие задания. И также большой интерес, вернее, особое внимание нужно уделять, каким образом заинтересовывать и мотивировать студентов для обучения в данной среде. Важным фактором является отбор и структурирование содержания обучения иностранным языкам. То есть преподавателю необходимо планировать задания заранее уже для очного обучения, для самостоятельного и дистанционного. На очное обучение, учитывая специфику предмета иностранный язык, что мы должны обучать говорению. Поэтому целесообразно планировать такие задания, которые бы были направлены на формирование фонетических, лексических, грамматических навыков и на обучение говорения. Целесообразно выносить такие задания на очное обучение. В дистанционной форме можно предложить лекцию, в форме вебинара с возможностью демонстрации экрана. Это обсуждение темы, это проблемы в форуме, чате. В форуме, чате здесь хотелось бы пояснить, что есть такие понятия, как оффлайн и онлайн. Онлайн – это необходимость присутствия всех участников учебного процесса одновременно в сети. Это может быть в чате. И оффлайн – это необязательно присутствие всех участников группы именно в данный момент в сети. Они могут выбирать время для того, чтобы написать в форме какие-то там свои сообщения выслать. И самостоятельное изучение – это, конечно же, чтение текстов, выполнение письменных упражнений, использование интернет-источников и так далее. Хотелось бы остановиться, сделать акцент именно на том, как организовать самостоятельную работу учащихся и что им предлагать, какой материал. Например, текст. Он должен быть структурирован особым образом. Это текст мы должны предлагать студентам не для пассивного чтения, а именно активного, чтобы текст был, я называю его «живым текст», имел множество гиперссылок, всплывающих подсказок и так далее. Вот здесь, например, на экране есть маленький фрагмент одного текста на немецком языке, где имеются интерактивные слова с интерактивными ссылками. И если мы нажмем курсор на слово, например, «flachland», то мы видим, что объяснение «регион Оннеберге» и так далее. То есть такого рода тексты, они позволяют студенту больше времени проводить над изучением данной темы или данного текста. И в то же время они вовлечены уже в самостоятельную деятельность. И тем самым мы повышаем интерес тоже. Для повышения интереса использование интерактивных упражнений. Интерактивные упражнения можно выполнять самостоятельно, делать, создавать преподавателя, либо мы используем уже имеющиеся на определенных интернет-ресурсах. То есть мы предлагаем, допустим, вот одно из видов интерактивного упражнения, дается текст или фрагмент текста, и какие-то слова, лексика, она должна быть подобрана, правильно перетягивать студентами в данный текст. То есть мы здесь и обучаем и чтению, и формируем лексические навыки, тренировка. И в то же время аудирование перед этим у нас было то же самое. Где можно найти такие интерактивные упражнения? Практически каждый преподаватель знает, что есть очень много интернет-ресурсов. Мы как преподаватели немецкого языка используем очень широко Deutsche Welle, например. Там есть определенная рубрика Deutsche Land Labor, которая предлагает видеоролики на разные темы. Мы можем эти темы подбирать в соответствии с изучаемой в данный момент темой по учебнику. И самое интересное то, что здесь методически правильно выстроена подача материала, на котором можно работать. То есть даются заранее уже разработанные предтекстовые задания на снятие трудностей понимания, работа с лексикой. Есть текстовые задания, есть после текстовые задания, проверка понимания. Вот как раз эти интерактивные упражнения, их очень много и разнообразны. И затем уже проверка говорения или контроль говорения по данной теме преподаватель сам убирает, в какой форме проверять это в виде диалогической либо монологической речи. Мы знаем, что цифровые образовательные технологии, они диктуют нам смену или требуют немножко вносить какие-то изменения в методы обучения. Педагогические технологии и так далее. Но я не буду долго останавливаться на том, что такое метод обучения. То есть это система, направленная в действие учителя на достижение цели. А педагогические технологии – это совокупность средств и методов обучения. Как раз для достижения поставленных целей обучения и воспитания. То есть, другими словами, способы взаимодействия всех участников учебного процесса для достижения поставленных целей обучения и воспитания. Традиционно принято считать педагогическими технологиями как обучение в сотрудничестве, дискуссии, ролевые, деловые игры, ситуационный анализ, метод, проектов и так далее. По своей структуре, по алгоритму проведения данных видов деятельности, данных технологий, они, в принципе, ничем не отличаются от очного обучения. Но дистанционная форма обучения с использованием цифровых технологий и так далее, мы здесь немножечко должны тоже рассматривать и дифференцировать виды деятельности с заданиями, которые можем предлагать студентам. То есть часть заданий выносить на очную форму обучения, а часть заданий на дистанционную, например, совместную деятельность, обсуждение. Опять же, мы используем форумы, используем чаты, используем видеоконференции, телемосты проводим и так далее. То есть особенно хорошо можно проводить такой вид, ну вот именно педагогические технологии использовать при обучении методу проекта. Нужно проводить и так далее. Вот, таким образом, здесь много можно было бы еще говорить по поводу тех моментов, на которые следует обращать внимание, но я вынуждена уже заканчивать, поэтому еще раз остановлюсь на выводах. Выбор модели дистанционного обучения. Это отбор и структурирование содержания обучения очень важно. Это снятие психологического такого страха, что ли, напряженности виртуального общения, то есть за счет разнообразия видов деятельности, форм взаимодействия. Ну и также совершенствование традиционных методов обучения иностранным языком, учитывая условия электронного обучения или цифровых технологий. Ну и также педагогические технологии в дистанционном обучении. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я готова ответить. Спасибо большое вам за доклад и за то, что вы вложились так четко в рекламу. Это тоже очень важно. Ну вот я торопилась. Какие-то вопросы у нас в аудитории нашей виртуальной. Если нет, то позвольте мне задать вам вопрос относительно буквально одного момента, который вы осветили в своем сообщении. Вы сказали, что часть заданий предполагается для очного формата face-to-face, видимо, дистанционного, синхронного обучения. Да, а часть для синхронного, я так понимаю, что вы относите к тому, что вы выносите за рамки очного общения? За рамки очного общения – это общение, которое идет, если, как вы правильно сказали, face-to-face, мы можем организовать видеоконференцию, используя вебинар, то есть используя ту же технологию, которую мы сегодня сейчас присутствуем, на определенной платформе. Это тоже может быть. Я просто могу сказать из собственного опыта, что мне приходилось работать, именно использовать Google Meet, и возможности там тоже достаточно целесообразно использовать. То есть я проводила, и одновременно они включали, допустим, два или три студента, какое-то обсуждение диалоги. В то же время все говорят, что очень тяжело это с диалогами, когда мы дистанционно таким вот образом проводим обучение. Но все-таки это позволяет, технические возможности многих платформ, они позволяют выводить на экран сразу два-три человека для того, чтобы они видели друг друга, слышали и так далее. Хотя это, еще раз повторюсь, не так-то просто, не каждая платформа это позволяет делать. То есть это может мешать друг другу, как вот мы сейчас видим, если включен микрофон лишний, то уже идет фон. Но, тем не менее, эта возможность есть, и мы можем это предложить. Но, еще раз повторюсь, что целесообразнее все-таки такого рода занятия проводить на занятиях очень, то есть реально в ВОЗе, допустим. А то, что... Немножко по-другому, наверное, я не очень точно, может, десермулировала вопрос. Конечно, мне кажется, что наибольший интерес представляет вот та самостоятельная работа, потому что существуют классические формы до домашнего задания. Есть ли что-то, что вы стали делать по-новому, да, вот в дистанционном формате? Есть ли какие-то виды самостоятельной работы, которые появились в вашей предприятии? Это не обязательно отвечать на этот вопрос, но есть ли что-то, чем бы вы готовы были с нами поделиться? Ну, вы знаете, поскольку у нас опыт такой вот неожиданный, мы все перешли на дистанционное обучение вынужденно, поэтому каждый из нас, из преподавателей, пытался что-то сделать, осваивать и так далее. Но какие-то для себя выводы, конечно, каждый из нас сделал, и я тоже сделала, я поняла, что необходимо все-таки привлекать студентов как можно чаще для совместной деятельности. Вот независимо от того, что мы находимся, находились на расстоянии, все-таки совместные какие-то общие задания, либо я их распределяла на малые группы сотрудничества по 2-3, ну, по 3-4 даже человека, либо чаще старалась все-таки привлекать их двоих для диалога. И интересно еще было то, что мы обсуждали, если один докладывал, мы знаем, что студенты тоже имели возможность вложить экран, да, свою информационную экран, свою презентацию и так далее, то привлекая других студентов, чтобы они не пассивно сидели, они должны были вот эту информацию, которую студент показал и рассказал, что они должны были оценить, сделать свои выводы. Вот это аж. Спасибо большое. В русле, в русле, в техническом помещении, Полина Александровна. В техническом помещении мы с вами справимся, да? Все будет замечательно. Спасибо огромное, Людмила Павловна. Для нас сегодня иностранный гость, да, здесь у нас, например, на заседании секции присутствует преподавательная гость «Стелла, вы так предпочитаете, что вас называли?» Сейчас я обращусь к нашей аудитории. У нас представительница Нагодского университета, и она выступит тоже с интересным таким сообщением психологического характера, да? Она нам расскажет о том, как раз упомянет то самое обстоятельство, о котором говорила Людмила Павловна только, что студенты испытывают волнение. Да, волнение студентов при изучении английского языка как иностранного, способы его преодоления во время занятий в очном и онлайн-форматах в условиях пандемии. Такая тема, заявлено сообщение. И нам очень интересно вас послушать. Мы вас с нетерпением ждем вашего сообщения. Спасибо, предоставляем вам слово. Спасибо вам большое. Сейчас я сделаю демонстрацию экрана. Вот моя презентация. Всем доброго утра. Спасибо большое, что присутствуете на моей презентации. Меня зовут Стелла. Я из Норгольского университета коммерции и бизнеса в Японии. Сегодня я буду говорить вам, рассказывать о моем проекте, о боязни студентов говорить на иностранном языке и то, как они в стратегии преодоления этой проблемы как в презентационном обучении, так и при очной форме обучения во время пандемии COVID-19. Несколько общих слов. Эпидемия COVID-19 привела к резкому переходу от очной формы образования к экстренной форме дистанционного образования во многих странах мира. Соответственно, это привело к тому, что произошла изоляция между преподавателями и их коллегами, и студентами. И, естественно, что это может еще больше, привести к большему усилению боязни изучения и использования иностранного языка. Проект у меня выглядит следующим образом. Он фокусируется, в первую очередь, на уровнях такой боязни и стратегиях преодоления этой боязни. Как при дистанционных занятиях, так и при очных занятиях. Участники были 47 студентам, у которых родной язык японский. Их средний возраст составлял 20,8 лет. Все они изучали английский язык как иностранный на разных подсекциях одного и того же уровня. Для того, чтобы измерить уровни их боязни говорить на языке, я использовал специальную шкалу измерения боязни говорить на иностранном языке. Изначально она была разработана Хорвитцем в 1986 году, а потом в 2009 году уже была выдумка, сделана ее японская версия Яшимой. И оценивались они по 5-балловой ликертовой шкале, в которой они отмечали, как они себя ощущают. Первый, цифра 1, указывала на то, что они совсем не согласны, а пятый указал на то, что они абсолютно согласны. Чтобы как-то зафиксировать то, как участники исследования использовали стратегии преодоления своей боязни говорить на языке, я использовал вот эту вот программу FLAS RSS. Изначально оригинальная английская версия была разработана ГО в 2018 году в рамках FLAS RSS по 5-балльной ликертовой шкале. Они отмечали уже в отношении использования ими стратегии преодоления своей боязни. Цифра 1 указала, что никогда или почти никогда не относится ко мне, а цифра 5 указала на то, что почти всегда или всегда относится ко мне. Что касается самой процедуры сбора данных, то участники измерялись процедурой FLAS 6 раз. В 3 раза это происходило во время удаленных занятий, а затем еще 3 раза в рамках очных занятий, а потом в конце семестра также участники заполняли форму FLAS RSS, чтобы они, например, того, какие стратегии они принимали для преодоления своей боязни. Теперь давайте посмотрим на результаты уровней этой боязни. Левая часть показывает их показатели во время удаленных занятий, а справа секция указывает на то, какие были их показатели во время очных занятий. И как здесь вот мы видим, приблизительно половина опрошенных и участников, у них был низкий уровень боязни, а у другой половины были эти уровни на среднем уровне на среднем уровне показателей между 93-мя и 124-мя. И лишь у нескольких из них уровни боязни зашкаливали за показатели 1224. В частности, уровни боязни участников в дистанционных занятиях превышали те, которые были во время очных занятий. И сейчас давайте посмотрим на результаты использования стратегии преодоления. Слева часть показывает нам их показатели в отношении FLA, показатели FLA SRSS как во время удаленных, так и во время очных занятий. жирная линия указывает средний показатель для всех участников, а серые линии это показатели каждого из участников. Как вы видите на графике, где-то у половины участников исследования была очень неактивная стратегия использования стратегии преодоления и другая половина у них была где-то средний использование, средний показатель использования этих стратегий между двумя целыми, четырьмя десятыми и тремя целыми пятидесятыми, и лишь немногие из них в значительной мере использовали эти стратегии и показатель превышал 3,5. Соответственно, моделирование показало, что категория стратегии преодоления помогли эффективно замерить показатели FLA и SRSS и участники в большей степени использовали стратегии избежания, нежели когнитивные, управленческие, аффективные, социальные и оценочные стратегии. И давайте посмотрим на результаты и корреляции уровней боязни и уровней задействования стратегии их преодоления. Здесь мы видим, что стратегии избежания и эффективная стратегия, они соответствуют уровням боязни. И чем выше у участника боязни, тем более вероятно, они использовали стратегию избежания или эффективную стратегию для того, чтобы преодолевать эту боязнь. В заключении хотел бы сказать, что во время дистанционных занятий уровни боязни говорительной странной языке превышали уровни аналогичные вводчных занятий, а уровни, что касается стратегии преодоления, то чаще стратегии избежания используют в меньшей степени, чем другие пять стратегий. Что касается соотношения уровней боязни и стратегии избежания, то участникам, у которых уровни избежания были высокие, им приходилось использовать чаще стратегии избежания, эффективную стратегию. И вот все, что я хотела бы сказать. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Стелла, спасибо большое за такой серьезный академический подход к этому теме. Я думаю, что все оценили, как хорошо вы поработали. В первую очередь, я хотел бы задать аудиторию, хочет ли задать вопросы. Докладчику можем мы задать какой-то вопрос, может быть. Минутку, сейчас, секундочку подожду. Хорошо, у меня есть вопрос. Я, как обычно, как любопытный, любознательный человек, хочу спросить относительно стратегии. Вы сказали, что самими популярными были, что стратегии избежания и эффективная стратегия были самыми распространенными среди студентов. Так что же структы студенты делали в момент их реализации этих стратегий. В отношении стратегии избежания пример, например, был такой, что они просто пытаются вообще не фокусироваться на изучении английского. Окей, у них логика может быть такая, я не хочу делать домашние задания, я просто пойду лучше погуляю, и они просто занимаются фактически эскапизмом. Конечно, они могут потом вернуться, и, возможно, когда почувствуют себя лучше, вызывая занятие. А что касается эффективной стратегии, то они пытаются сказать себе. Они думают, окей, но я послушаю песни на английском языке, это меня будет радовать. Если я выучу английский, более-менее смогу говорить своими друзьями на английском. Если это сделаю, то я буду более счастливым. Я смогу более позитивно проводить время со своими друзьями. Да, я хотел бы задать вопрос. Сняла, большое вам спасибо за ваш доклад. У меня есть вопрос практического содержания. У меня есть студент, который выбрал стратегию избежания. Я знаю, что он очень напрягается на дистанционных занятиях, он предпочитает просто на них не появляться. Думаете ли вы, что, может быть, если возможно или необходимо ли как-то взаимодействовать с таким студентом и как-то пытаться вернуть его в лоно занятий? Да, я думаю, вы видите, что есть шесть разных категорий стратегий избежания. Если студенты хотят использовать стратегии избежания, то может, потому что они не знают просто существование других стратегий. Мы можем сказать, окей, хорошо, вы можете использовать эту стратегию, но есть и другие, есть более адекватные способы улучшить свои показатели в английском. Например, вы можете использовать социальную стратегию или управленческую стратегию. Я думаю, что в вашем случае управленческая стратегия могла бы сработать, то есть можно научить студента планировать свое время, например, объяснить ему, как подготовиться к экзамену до того, как он в стеке наступит. Спасибо. Спасибо большое. Итак, я, наверное, про вас тоже и на правах модератора я считаю, что будет свой доклад в конец нашего заседания, а сейчас приглашаю к докладу Евдокимову Марии Георгиевну и Красильчикову Марию Алексеевну из Национального Итлетского Университета Немец. Можно убрать эту презентацию? Сейчас я повешу с вами. Спасибо большое. О возможности. Так, сейчас. Видно? Презентацию пока нет. Правильно. А я ее уже вижу. А, это остановить надо сначала. Есть, нет? Да, есть. Ну, лучше нажать на слайд-шоу или... да, да. Так, ну, вообще-то я рассчитывала на 15 минут, сейчас быстренько сократила, но уж как получится, потому что, насколько я понимаю, регламенты не были заявлены, поэтому, если я чуть-чуть, там, минутку задержусь, то это исключительно из-за любви к науке. Полина Александровна, я думаю... Регламенты заявлены, да, регламенты изменены. Конечно, послушаем внимательно. Так, ну, вот, меня зовут Мария Георгиевна Евдокимова, моего соавтора зовут Красичкова Мария Алексеевна, вот наш прекрасный университет, национальный исследовательский университет МИЭД, вот Мария Алексеевна, прекрасный молодой исследователь, больше ничего не могу говорить, потому что времени нет. Сегодня совершенно очевидно для всех возникновение нового поколения электронных средств обучения иностранным языкам, которое принято называть цифровым. Напомню о том, что такое средство обучения. Это, ну, вот материальные объекты, это определение в нашей классической лингводидактике. Повсеместное внедрение новых средств в практику обучения ставит перед лингводидактической наукой ряд актуальных вопросов, которые требуют в первую очередь теоретического осмысления, поскольку уже накоплен обширный и разнообразный опыт их практического использования в процессе обучения иностранному языку. Предстоит дать научно обоснованные ответы на вопросы о том, изменилась ли принципиально образовательная ситуация с внедрением новых технологий, переходит ли количество в качество и возникает ли новое качество обучения иностранным языкам с внедрением нового поколения средств обучения. Даже на основании эмпирических данных можно утверждать, что происходит существенная трансформация общего статуса средств обучения и информационной среды в контексте обучения иностранным языкам. Новые формы коммуникации, хранения, передачи и переработки информации естественным образом повлияли на процессы изучения и преподавания иностранного языка и трансформировали отношения между субъектами этих процессов, характер их действий и интеракции. Мне бы хотелось сегодня наметить некоторые общие подходы, методологические основания, которые можно использовать в исследовании вопросов, связанных с внедрением новых средств системы обучения иностранным языкам. Безусловно, первый и самый главный методологический подход – это подход системный. Если мы используем его, то увидим, что характер методической системы существенным образом трансформируется. Традиционная методическая система характеризуется достаточно жесткими иерархическими связями между ее элементами, например, между целями и средствами обучения, когда элементы более высокого уровня детерминируют элементы уровня более низкого. В противовес этому цифровая среда обучения привела к эволюции методической системы в горизонтально организованную систему. Но показать я это не могу. К следующему выступлению что-нибудь нарисую. или даже постоянно перемещающиеся гибкую систему связанных узлов, постоянно меняющих свои оси. Если представить себе, что вот эта схема становится подвижной и узлы меняются, расстояния между ними меняются и происходит плавающее состояние этой системы. Это радикальным образом меняет роль средства обучения, наделяя их небывало высоким статусом. Позволяет ему существенным образом влиять на систему в целом и каждый ее элемент в отдельности. В связи с поиском ответов на вопросы поставленной цифровизации обучения одним из возможных методологических подходов целесообразно считать подход опирающийся на представление о дидактическом треугольнике. Это треугольник совершенный преподаватель содержания студент, который лежит в основе классической дидактики. Напомню, что в МГУ до сих пор проводится конференция учитель, ученик, учебник. Образно это выглядит вот таким образом слева, как вы понимаете, учитель, преподаватель, здесь у нас знание, в середине содержание и несчастный студент. позднее зарубежными преподавателями математики было замечено, что эта формула не охватывает всего разнообразия факторов, влияющих на учебный процесс. В частности, была отмечена необходимость учета того, что вошло в понятие контекст с упором в трактовке его содержания на культурные факторы, влияющие на организацию учебного процесса. И тогда нарисовали тот же треугольник в круге, то есть погрузили его в контекст. Далее, с появлением современных технологий и возрастанием их влияния на образовательные процессы, дидактический треугольник был преобразован в тетраидер. Вот эта объемная картинка не очень видна, как объем, но если вы посмотрите на этот треугольник как на объемный, то как раз получится этот самый тетраидер. И в верхнем узле этого тетраидера было написано слово технологии. Природа тетраидера позволяет рассматривать современные технологии обучения как посредников между содержанием, преподавателем и студентом и выделять для процедуры анализа различной плоскости тетраида студент содержания и технология, преподаватель содержания и технология, преподаватель студент технологии. И это дает возможность более детального описания взаимоотношений между соответствующими элементами учебного процесса. В частности, можно использовать эту методологию на слове выделения различных плоскостей тетраидеров для описания исторической динамики, в соответствии с которой развивались отношения между участниками процесса обучения иностранному языку. И далее будут представлены некоторые общие результаты такого анализа. Ну вот первая плоскость это студент содержания технологии. В традиционной учебной ситуации студент не был свободен в выборе содержания, оно тщательно подбиралось для него преподавателем, который также не был вполне свободен в выборе и подчинялся рекомендациям соответствующих авторитетных органов. Заранее определенное содержание излагалось как правило вербально и доставлялось студенту на бумажном носителе. Нет нужды говорить, что напротив цифровая среда дает студенту свободный доступ и ограничен количеству мультимедийного контента с помощью технологий, без которых этот контент существовать не может. Предполагается, что содержание обучения должно быть управляемо студентом. Не обязательно едино для всей группы с точки зрения времени обладения, уровней сложности, темы, объема и так далее. Далее плоскость преподаватель содержания технологии. В традиционной учебной ситуации преподаватель является единственным источником содержания и даже если имеется задание, в котором студент должен самостоятельно добывать информацию, источники заранее предопределены или ограничены. Поэтому преподаватель фактически уже знает, каких результатов можно ожидать. Цифровая же среда наделяет преподавателя иными функциями в учебном процессе. Это функции наставника, фасилитатора, консультата, партнера, но не только. Основной функцией преподавателя становится разработкой проектирования содержания и вовлечения студента в процесс его освоения. Учитель также выступает в качестве исследователя, который изучает потребности и характеристики студентов для того, чтобы использовать эту информацию для соответствующей адаптации содержания. В условиях наличия множества источников информации студентам целесообразно предложить их сопоставление. При этом процесс обучения приобретает значительную долю неопределенности, множественности, опциональности, непредсказуемости. плоскость преподаватель студент технологии. В традиционной учебной ситуации учитель и ученик находились в прямом контакте лицом к лицу и учитель управлял учеником. В отличие от этого цифровая среда ориентирована на ученика, удовлетворяет его потребности, а технология выступает как средообразующий элемент средства коммуникации и даже как элемент содержания. Учитель и ученик уравниваются в статусах и становятся партнерами. Следует также подчеркнуть, что сейчас мы находимся в переходном периоде, когда одновременно существуют традиционные новые и промежуточные формы обучения. Таким образом, если анализировать процесс обучения иностранному языку в понятиях дидактического центраэдра, то становится очевидно, что цифровая дидактика перемещает фокус содержания заранее определенного и привнесенного в систему преподавателям на содержание спроектированного преподавателем с учетом потребностей студента, его предпочтениями или даже генерируемое самим студентом. В связи с этим уместно напомнить, что в ряде исследований в качестве подхода к проектированию цифровых обучающих совет выдвигается идея, основанная на предположении, что решение в отношении изучения иностранного языка и использования соответствующей технологии должны приниматься с учетом постоянно меняющихся условий. Ситуация никогда не остается неизменной и требует непрерывной перестройки системной среды. Таким образом, существенным изменением вносимым в систему обучения технологий является разнообразие. Количество и набор элементов в системе организованных в сеть может быть неограниченным. Вы можете добавить в нее любое количество узлов и новых соединений между ними или даже реплицировать сеть и создать сеть сети, что делает систему, легко адаптируемой к любым изменениям условий обучения. Таким образом, образовательные системы, построенные на цифровых технологиях, способны обеспечивать сложные процессы обучения, реагировать на быстрые изменения содержания и структурных связей, на использование разнообразных источников знаний. Подводя итоги, скажу, что важной особенностью цифровых технологий в контексте электронной дидактики является адаптивность, способность системы подстраиваться к потребностям учащегося в соответствии с идеалом персонализированного образования. Таким образом, может быть создана индивидуальная траектория обучения. В результате главными факторами, которые учитываются в системе с помощью цифровых технологий, являются потребности студента, условия и цели обучения. Надеюсь, что мне в определенной мере удалось показать, что методология использования дидактического тетраэльдра является плодотворной с точки зрения выявления характерных особенностей системы обучения в условиях интенсивного внедрения цифровых средств обучения. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Мэрия Георгиевна, уложились в регламент. Даже осталось минуты три на вопросы. Спасибо большое. Хорошо. Спасибо большое, Полина Александровна. То есть у нас есть вопросы. Вопросы есть какие-то в аудитории? Пожалуйста, задавайте. Есть вопрос. Да. Можно вопрос, да? Меня слышно. Мэрия Георгиевна, спасибо большое. А можно представиться? Да, я Владимирова Людмила Павловна. Да, да. Спасибо за интересное сообщение, Мэрия Георгиевна. У меня вот такой возник вопрос. Я полностью согласна с тем, что вы говорите, что схема подвижна, вот этот системный подход, что каждый узел может меняться в зависимости от ситуации и так далее. И то, что мы сегодня имеем цифровую действительность, которая влияет на изменения, вернее, требует даже изменений. Вот каким образом вы, вернее, кто может менять содержание образования и меняет ли сам преподаватель в условиях новых условий, меняет ли сам преподаватель содержание обучения? Как он? В широком смысле, в узком смысле? Вот немножко это можете пояснить, если это возможно. Ну, мы можем говорить в разных пластостях. Если говорить об административной ситуации, в которой мы находимся, конечно, мы все должны учитывать наши программы и директивы и все такое. Идеологию высшего образования – да. Но, с другой стороны, сейчас и свободы ведь очень большие. И когда нам предоставляют возможность составлять какие-то свои собственные курсы, свои собственные кусочки, свои собственные учебные пособия электронного вида, вот эти муоки, которые нас действительно не ограничивают в том, какое содержание мы в это вкладываем. Но если говорить непосредственно об обучении своих студентов, то, конечно, мы должны знать, кого мы обучаем, вот, скажем, в языковом вузе, да? В языковом вузе работаете или в языковом? В языковом. Ну, собственно говоря, даже языковой вуз сейчас очень сильно профессионально ориентирован. Вот. И мы должны прежде всего решать те проблемы, которые связаны с конечной целью. Ну, и цель эта постоянно меняется. Вот в чем дело. Сейчас проходит параллельно конференция про учебник в государственном педагогическом, в городском, простите, педагогическом университете. Ну, и там проблема-то в том, что у нас вот плывущая ситуация. Мы постоянно должны подстраиваться подменяющиеся условия, подменяющиеся требования. Должны все более тонко учитывать, что конкретно нужно нашим студентам. А студентам нужно одним одно, другим другое, этой группе, то вот этому направлению одно, его там специализация более тонкая другое. Вот юристу такому, адвокату нужно это, судьбе нужно это и так далее. Не знаю, ответила ли я на ваш вопрос, но мне кажется, мы просто находимся сейчас в ситуации постоянной подстройки, преобразования, вот этой адаптации. Но у нас же никогда не бывает ситуации, когда мы скажем, да, мы все сделали, у нас все прекрасно, давайте остановимся. Ну, по мере того, как мы будем решать сегодняшнюю задачу, будут являться какие-то другие. В этом диалекте. Спасибо за вопрос. Спасибо, спасибо, очень интересно все правильно. Действительно, вот я сама, ежегодно меняются группы, если то приходится для каждой группы хоть один и тот же курс, казалось бы, но все равно что-то менять, что-то добавлять и так далее. В этом и состоит искусство преподавателя, что он должен владеть широким репертуаром и для каждой ситуации сочетать и интегрировать этот репертуар целесообразным образом, а не брать учебник, класть, простите, ногу на ногу и, так сказать, пролистывать этот учебник, не думая о том, что он делает, как он делает, для кого и что. Спасибо большое. Спасибо. За дискуссию, да, и мы перейдем к следующему докладчику, несмотря на то, что, конечно, огромное количество вопросов к Марии Георгиевне, очень интересный был доклад, и мы ее поблагодарим за это, а вопросы можно задать в чате, если что, я думаю, что мы воспользуемся этой возможностью. Итак, следующий докладчик у нас это Павлова Елена Касимовна, Московский государственный университет имени Ломоносова. Тема доклада «Концепция компьютеризированного словаря политических эфемизма». Спасибо большое. Мы приглашаем, да, Елена Басимовна. Здравствуйте, дорогие коллеги. Сейчас я экран только включу. Видно, да? Здравствуйте, уважаемые коллеги. Одним из самых распространенных риторических приемов в политическом дискурсе является использование эфемизмов. Можно выделить особую группу эфемизмов, политические эфемизмы. Это слова и выражения, употребляемые вместо нежелательных слов и выражений, с целью скрыть неприглядные стороны политической действительности за счет смягчения и искажения смысла описанного явления. В качестве примера использования эфемизма в политическом дискурсе можно привести замены слова «война» выражениями «вооруженный конфликт», «применение силы», «контртеррористическая операция», «принуждение к миру», «восстановление законности и порядка» и так далее. Важнейшим вопросом при анализе эфемистических замен слов и выражений является сохранение или искажение содержания, содержания, передаваемой в дискурсе информации. Если мы вспомним классическую модель семантического треугольника, денотация «нификат номинат», то номинат, выбранный для обозначения денотата в дискурсе, может в различной степени соответствовать снификату. Возможно, пять типов соответствия или несоответствия номината истинному содержанию сообщения при эфемистической замене. Первое – это адекватная номинация. Для эфемистической замены выбирается синоним заменяемого номината. Снификат при этом остается тем же. Замена слова «война» выражением «вооруженный конфликт» можно отнести к этому типу. Второе – неточно ориентирующая номинация. Сигнификаты прямого номината и его эфемистической замены частично совпадают. В данном контексте номинатов дезориентируют получателя сообщения. Называя войну принуждением к миру, автор текста дезориентирует других участников дискурса, несмотря на то, что война так или иначе всегда заканчивается миром. Расширительная номинация. Содержание сигнификата соответствующего эфемистической замене шире, чем сигнификата соответствующего прямому номинату. Например, выражение «применение силы» может означать и военную, и полицейскую операцию. Сужающая номинация. Для уменьшения значений негативных явлений можно выбрать эфемистический номинат с более узким значением, звучащий не так тревожно. Среди выражения «контртеррористическая операция» читатель может не понять, что на самом деле речь идет не о борьбе с отдельными террористами, а, например, о гражданской войне. Пятая ложная номинация. Если содержание сигнификата соответствующего эфемистическому номинату полностью расходится с содержанием описанного явления, то такая замена становится прямой дезинформацией. Такой ложной номинацией можно считать употреблением выражения «восстановление законности и порядка» для замены слова «война». Эти разнообразные искажения информации при эфемизации существенно затрудняют выявление истинного смысла сообщения человеку, изучающему иностранный язык, а переводчику подбора эквивалентов в переводящем языке. Специализированные словари эфемизмов крайне малочисленны. Стоит отметить словарь Холдера «Holder Dictionary of Euphemisms», Ролсон «Dictionary of Euphemisms» и «Other Double Talk», также тезаурус эфемизмов Ньюмана и Силбера, словарь эфемизмов русского языка Сенечкиной. Данные словари являются толковыми, двуязычные же словари эфемизмов обнаружить не удалось пока. Основной причиной скудности словарных ресурсов является, по-видимому, повышенная изменчивость эфемизмов, особенно в политическом дискурсе. Изменчивость эфемизмов требует постоянного обновления и перевыпуска этих словарей, а традиционные технологии лексикологии, лексикографии и издательского дела не обеспечивают необходимой динамики обновления словарей. Кроме того, интерпретация смыслового и эмоционального содержания политического текста, содержащего эфемизм, определяется контекстом и экстралингвистической ситуации сопутствующей тексте. Поэтому в словарь политических эфемизмов необходимо включать такую информацию, как справка о политической ситуации, в которой употреблен эфемизм, об авторе текста, его политических взглядах и интересах, о лиднокультурных особенностях целевой аудитории и так далее. Ни один из существующих словарей не содержит такой информации. В то же время современные информационные технологии позволяют создать информационную систему, облегчающую и автоматизирующую процессы поиска, систематизации, хранения, обновления и использования информации о политических эфемизмах. База данных такой информационной системы должна содержать слова и выражения, представляющие собой прямые наименования и их эфемистические замены, тексты и контексты, в которых употреблялись эфемизмы, информацию о сопутствующей экстралингвистической ситуации и их истинном значении в разных экстралингвистических ситуациях. Возможно также создание двуязычных и многоязычных словарей с помощью задания реликционных связей между базами данных. Таким образом, задача создания капитализированной и автоматизированной системы для хранения, семистематизации и поиск эфемизмов является актуальной и практически значимой. Обращение к такой системе поможет повысить качество перевода политических текстов. Кроме того, полная и актуальная информация об эфемизмах крайне необходима для реализации алгоритмов автоматического анализа текста. Анализ специфики политических эфемизмов позволил сформулировать требования к новой компьютеризированной системе работы с политическими эфемизмами. Словарь этой системы должен содержать следующую информацию. Первое. Ключевое слово. Многие политические эфемизмы содержат одни и те же ключевые слова. Такие как, например, деятельность, дело, проблема, безопасность и так далее. Второе. Эфемизм. Слово или выражение. Третье. Контекст. Фрагмент текста, содержащий эфемизм. Может существовать несколько контекстов, в котором одно и то же слово или выражение могут иметь разные значения. Четвертый. Источник текста. Пятая. Дата, когда в дискуссии использовался эфемизм. Шестое. Тип эфемистической замены. Седьмой. Объект. Элемент политической реальности, скрытый под эфемизмом и при необходимости краткое описание политической ситуации и интересов участников дискурса. Восьмое. Лицо, использовавшее эфемизм при наличии. Эта информация важна, если эфемизм был использован политическим лидером. Девятое. Перевод эфемизма. Поскольку реальное значение эфемизма часто зависит от контекста, текущей политики и интересов участников дискурса, может быть несколько разных вариантов перевода одного и того же слова или выражения. Информационная система для создания и ведения англо-русского словаря эфемизма должна обеспечивать следующие функции. Обеспечить возможность просмотра контекстов, в которых использовался эфемизм, иметь функцию перевода эфемизма с английского на русский, иметь возможность классификации эфемизмов, иметь механизмы фильтрации и поиска эфемизмов и информации о них как по ключевым словам, так и по любым словам и словосочетаниям. Обеспечить возможность добавления новых элементов в систему, иметь инструменты для введения справочников, лиц, событий и т.д., сведения сопутствующих употреблению уфемизма в дискурсе, крайне полезные функции экспорта и импорта данных из системы файлов в формате Excel и обратно. Для защиты информации от случайного или намеренного повреждения необходимо разделение режимов работы пользователя, не имеющего права изменять информацию, и администратора, которому одному доступны функции изменения информации. Данная концепция была разработана для создания электронного англо-русского словаря политических уфемизмов, но структура его базы, данных и алгоритмы обработки данных позволяют использовать систему для любого другого языка и создать многоязычный словарь. Более того, аналогичный подход может быть применен для создания компьютеризированных словарей любой лексики со сложной и неоднозначной семантикой, например, метафоры, аллюзии, антонимы и так далее. Спасибо за внимание. Полина, я думаю, что она. С нами я что хотела сказать, что доклад, конечно, поражает своей глубиной. Да, очень интересный такой доклад, и он еще раз подтверждает ту тенденцию, которую отмечали на пленарном заседании, которое отмечала наша корректа Ульга Куликова, которая говорила о том, что сейчас... Одно из тенденций ведущих в области цифровых технологий в обучении, в лингвистике и в лингводидактике. В принципе, здесь лингвистики больше. И мы говорим, что происходит сближение технических каких-то дисциплин с непосредственно лингвистической какой-то информацией или каким-то материалом, с которым вы работаете. Это вопрос о том, что вы берете языковой материал и в сочетании с четким продуманным планом, как его реализовать в шкабиторизированном словаре, вы просматриваете все остальные основные опции. И это, конечно, замечательно просто. То есть много вопросов может возникнуть по поводу самих эвфемизмов. Я думаю, что это не та конференция, на которую мы должны отметить, но вот это сближение, как тенденция сближения гуманитарных и технических дисциплин очень четко просмотрелось в вашем докладе. Есть ли какие-то вопросы у нас, коллеги, к нашему докладчику? Может быть, даже не вопрос, Леонид Кальсинович, а как пожелание. Меня зовут Инна Владимировна Харламенко, мы коллеги на самом деле. Мне кажется, это замечательное поле для деятельности. Вы сказали, что сейчас нет таких словарей переводных. Может быть, как раз обратить ваше внимание в эту сторону, и как раз будет поле для такой научной деятельности очень полезное, замечательное. Да, я уже к словаре в разработке, он уже почти готов. Ну, собственно говоря, вот. Делать наполнение словаря уже словами, эвфемизмами. Да, Ирина Кальсиновна, мы с удовольствием будем пользоваться. Спасибо вам большое за вашу работу. Спасибо большое. Да, потому что действительно вот этот грань, тонкое понимание, когда мы говорим о эвфемизмах, когда мы говорим о коннотации, как о дополнительных оттенках значений, мы видим, что сегодня, вот даже в родном языке, в русском, не говоря уже даже об английском, хотя там тоже есть примеры, вот этот классический террористый текст, который наши студенты все переводят как террористические атаки. Сколько раз мы не напоминаем, что атака это ближний будет, да? Коннотация, она очень индивидуальна, правда? И вот мне приходилось в практике преподавания сталкиваться с ситуацией, когда студенты не знают коннотации, значения слова на родном языке. Как они могут вообще работать с переводчиками? Как вы к этому относитесь? Потому что оттенки, значения могут быть индивидуальными, и что они могут быть не распространены среди нового поколения, например. Вот как с этим быть? Это вопрос Килини. Обучать, в общем-то, учить надо. Ну, только да, только вот образование, мне тоже кажется, что только образование, расширение круга чтения может в этом помочь, потому что некие коннотации, они просто выпадают из сферы общения. Спасибо огромное, очень интересные доклады. Давайте перейдем к следующему докладу. И это у нас будут, простите, с одной и той же фамилией два докладчика. Макаревич Ирина Ивановна и Макаревич Татьяна Ивановна из Белорусского государственного университета. Я так понимаю, что они уже загрузили свою презентацию. Спасибо большое. И презентация называется «Теоретика методологические основы словаря-справочника по цифровой трансформации как инструмента профессиональной иноязычной деятельности». Давайте послушаем. Здравствуйте, уважаемые присутствующие. Большое, очень приятно. Нужно отключить рядом лежащий телефон и, пожалуйста, или технику. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые части конференции. Вашему вниманию представляем некоторые результаты интеллективного исследования, соблегающие на научное направление лингвистики и технико-экономических наук. Как видно, из первого слайда презентации акторы имеют два образования, что позволяет им проводить лингво-технико-экономические исследования. По нашему убеждению, обращение лингвистов к техническому дискуссию дает более глубокое понимание сущности реалий и процессов и такой цифровой трансформации, цифровизации и интернетизации общества. Наука не является и никогда не будет являться законченной книгой. Каждый важный успех приносит новые вопросы. Всякое развитие обнаруживает со временем все новые и более глубокие трудности. Разработка специализированного, переводного, толкового, двуязычного словаря-справочника по цифровой трансформации как аналогового инфляционного продукта является примером международного исследования. Данные слова, которые находятся в конечной стадии разработки, имеют положительный опыт. В 2014 году авторы издали авторизированный англо-русский, русскоязычный, русско-английский словарь для государственных служащих. Одним из перспективных направлений, которые сейчас активно развиваются в мире, является информатизация. И лингвистическая наука, пользуясь результатами достижения информатизации и технологизации, может предложить новые методы обучения, сравнивая результаты уже достигнутых научных направлений, а также с имеющимися мировыми аналогами. Целевой аудиторией нашего разработанного продукта является государственные управленцы на национальном уровне, региональном уровне, с учетом метровых компетенций. Это под языки информационно-коммуникационных технологий, цифровой информации, цифровой экономики, технологии и экономики, цифровой дипломатии, а также соединенного политического дискуссия. Словарь проходит апробацию. Авторы являются победителями конкурсов международных объединений Андрея Андреевича Промойко, а также постоянными участниками формы Ломоносов, секции государственного муниципального управления, государственного управления, и государственная политика, инновационная экономика, английской филологии. И было предложено на различных форумах выйти за дело только Республики Беларусь и использовать данную отработку на территории стран Беларусь. Мы живем в современном цифровом обществе и в стерилизации современных сетей. Поэтому единственные характеристики новых поколений студентов, которые надо будет иметь дело, имеют совершенно важное значение и учитываются при разработке новых видов словаря. Конечно же, мы тщательным образом разрабатываем методологию своего исследования, которое пойдет или ищет дальше. Разработка словаря сопровождается рядом этапов систематизации промышленной компетенции, потому что отоборот терминов систематизируется по существующим рамкам компетенции и государственным законодательным актам в этой сфере. Ну и также, с точки зрения юнистики, разрабатывалась определенная структура словарной статьи. Мы сейчас остановимся дальше на модели информационной системы в нотации и ДЭФНО, потому что разработка и анализ моделей построения и функционирования информационной системы, которая очень необходима, является этапом разработки, проектирования и моделирования информационной системы. И для визуализации построения моделей информационной системы, лингвистического анализа, концептосфер, ИКТ-дискурса, дипломатического дискурса, политического дискурса, мы применили контекстную диаграмму с использованием программного средства РАМОС. И в процессе работы на этапах проектирования и моделирования мы получили проект-систему, содержащую достаточную информацию для ее реализации. И, конечно, вот вы видите здесь, что на слайде, и основные цели моделирования при разработке данного проекта. Вот представлена сама контекстная диаграмма, то есть мы видим эти процессы, то есть на входе мы имеем референтные журналы, IT-журналы, из которых мы получали информацию для нашего проекта, корпусы специализированных текстов, также влияемые на них процессы, вы видите, стрелки вверху, это принципы сознания, альтернативистических оптологий, правила создания дезавусов, правила частотного анализа текстов предметных властей различных. И также внизу вы видите функциональные стрелки, показывающие, что обработка данных осуществлялась авторами, а также программное обеспечение. Мы использовали для обработки индивидуальный анализ текстовой информации, это программа, которая называется RaggedMinder. И на выходе имели терминологические списки для построения естественного специализированного словаря. Да, теперь уже у нас был опыт цифровой трансформации, но у нас есть такое различие понимания естественных словарей и электронных словарей. Далее я покажу дальше на слайде, значит, именно дальше консерстная диаграмма идет с показанием процесса проектирования, значит, и представление деятельности системы вне технологии в виде иерархии диаграмм, значит, как осуществляется отбор текстов материала для анализа, потом обработанным текстом рассматривалась система создания отношений логистической антологии предметных областей, затем проектирование логистической антологии для инфляционной системы, рассматривались отношения, модели отношений в антологии и отношения между классами и экземплярами. Актуализация антологии с учетом обработанной текстовой информации и, значит, на выходе, естественно, мы получали терминологические списки по заявленным предметным областям. Конечно же, для отбора текстовой информации сочетается тоже еще как один из способов их обнаружения, это при помощи облаков тегов, которые мы уже сейчас более привыкли, додумать один из примеров мы увидите на слайде. Ну и дальше функциональная композиция нашей системы. После каждого сеанса декомпозиции проводились сеансы экспертизы предметов областей, проверяя соответствие реальных процессов с созданным диаграммом. Диаграмма, вот как это происходило, мы видим на схеме, да, то есть это, значит, рассмотрение специфических терминов, да, потом частотный анализ текста с выходом терминологических классификаторов, проверка релевантности текста. Ну и на выходе имеется обработанный текст. И дальше композиция третьего уровня, значит, это создание отношений лингвистической антологии предметных областей, в которой идет детализация процессов, и эти отношения видны, значит, отношения лучше-низже, рабоведовые отношения, часть целая, зависимость между понятиями, отношения несимметричной ассоциации. И на выходе мы получали модель отношений в антологии. Рассматривая, значит, по итогам завершения данной работы, проходили для обработки новых терминов и неологизм, в том числе, существующие терминные системы с постоянным обновлением для последующего оборота языковой терминологической системы. И, конечно, одной из задач этого этапа – это обогащение англоязычной, русскоязычной терминологической баз специализированных областей. Проходило вот еще на одной из диаграмм декомпозиции, мы видим, что проходило по правилам создания тезауруса, по правилам частотного анализа текстов предметных областей, проходило создание классов понятий, атрибутов и свойств терминов, и сознание отношений между классами и санклярами непосредственно в углу словаря. Значит, все этапы, которые мы провели, ведут к построению четкого словаря и перевода для сравнительного виде словаря между языковым общением с учетом литико-графического парикмонизации. И, естественным образом, результаты проходят оформление в виде словаря как завершающее теоретическое, практическое и экспериментальное исследование. Далее. Основными результатами нашей проведенной работы являются следующие. Показана высокая эффективность применения метода конкретного анализа текста информации для структурирования текста различных предметных областей, знаний, выявления ключевых терминов и установления связи. Разработан алгоритм анализа андоязычных и русскоязычных технологий и конфиденции различных видов дискуссов на основе антологического подхода. Показана возможность решения проблем и интеграции разнородных источников данных на основе технологии построения антологии. Проведен анализ программного обеспечения, в данном случае я повторю, что мы использовали программный продукт RapidMinder, реализующий информационную обработку текстов, который показал оптимальность использования данного пакета для построения макета информационной системы. Ну и, в общем-то, вам была продемонстрирована, построена модель информационной системы в антокации EDF. Спасибо большое. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Мария Юрьевна, включите, пожалуйста, микрофон. Спасибо большое за доклад. Действительно, я так заслушалась, что выключила микрофон. Скажите, пожалуйста, у меня вот есть такой вопрос, с большим интересом прослушала, хотя очень сложный, конечно, доклад для восприятия на слух, понимаете, даже при ваших сопровождении электронной презентации очень много информации. Тем не менее вопрос чисто такой практический. Вот вы позиционируете словарь как словарь-справочник, да? То есть вот все-таки в чем вы видите отличия? Вот и как вы на этом акцентируете внимание или что? Как это происходит? Спасибо большое за вопрос. Для того, чтобы мы вскользь коснулись культуры словарной статьи, еще ее не показали. Некоторые вопросы, если мы можем сейчас в презентацию, практически надрядно мы хотим показать, просто чтобы меня не понимает Регина. Дело в том, что словарная статья, почему справочник, потому что словарь является не только переводным, он является толковым и также снабжен контентом, снабжен референсей и разрабатывается не только как индивидуальная система, которая будет внедрена в систему электронного правительства, но и если мы видим в экране на демонстрации цветовую версию, то есть это будет приложение, там для того, чтобы словарь, сами по себе термины группировались по компетентностному принципу. Значит, сейчас, если дальше будет видно, я хочу включить электронную таблицу, значит, как словари сами по себе представлены, это словарь представляет собой базу данных, и термины там, вот, вы видите, компетенции, группировались по компетентам. Пока не видим, включите демонстрацию. У меня написано, что включена, сейчас, секунду, я еще раз проверю, потому что у нас пишут, что запустили демонстрацию плана, наверное, я сейчас лучше остановить, подождите, я остановлю и запущу заново еще. Я сейчас продолжу отвечать на вопрос, потому что сам по себе словарь является, ну, соберет в себе не только переводную информацию, а также информационно-аналитическую информацию из предметной области данных. Даются дефиниции, приводятся несколько дефиниций на русском и на английском языках, приводятся предложения, которые, консервные предложения, которые термины популярны, даются, значит, это с точки зрения, скажем, предметно-составляющей. С точки зрения дефинистической составляющей, да, в словаре обязательно сопровождает транскрипты, потому что мы, в сути, потратили много на это времени, но это необходимо, такой лексистический компонент, потому что, конечно, в английском языке много ошибок, особенно у специалистов в информационно-коммуникационной сферы и по их отзывам у нас также был курс, вот у нас в парке высоких технологий, вот этот принцип очень помогает. И также мы для них специально сделали еще такой лексистический компонент, как встречаем слово в словосочетании, наиболее ходовой. И, как отмечали государственные управленцы, мы с Тимом Ивановым участвовали в конкурсе преподавателей года и выставляли вот эти компетенции, как материалы словаря, как лечебный материал, да, лечебный материал. И это имело очень большое практическое предложение. То есть структура словарной статьи, которая должна быть иметь высокий эффективный потенциал, потому что… Это какая-то лимбокультурологическая информация, да, у вас там, то есть вы сопровождаете несколько статей, у вас, насколько я поняла, да, и тот, кто обращается за помощью к вашему словарю, он может получить какие-то еще социокультурные знания, да, то есть знания о том, что есть объекте, на которые вы даете словарную статью. И, конечно же, огромное значение и внимание авторов посвящено переводу, проблемам перевода, потому что дается контекст обновления, очень современный контекст, потому что современные программы, так вот я уже упомянула, естественно, нам приходится использовать в RapidMinder профессиональную версию, потому что бесплатная версия, как бы мы знаем, что ей можно пользоваться, но она не дает такой функционал, как платный продукт. И, конечно же, идет отбор самых современных способов употребления, современных терминов, поэтому, естественно, справочная информация очень прилично в нашем словаре. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Вопрос какой-то еще, да, Вадим? Может быть, у Елены Касимовны вопрос, как у автора-составителя словаря, есть какой-то вопрос к коллегам. Вам нужно включить микрофон, если вы его сдаете. Это чисто терминологический, наверное, словарь, да? Чисто терминологический, так понимаю. Это специализированный словарь. Но по виду словаря, конечно, мы пытались, поскольку это программная плажут, и позволяет вместить большее в словарную статью, в силу, скажем, разработки системы базы данных, то, конечно, мы, во-первых, в первую очередь, он специализированный, поэтому он включает терминологию, именно вот новую терминологию новых отраслей, позволяющую глубоко осмыслить, глубокую цифровую трансформацию, цифровую экономику, новые виды экономики, какие-то поведенческие, миграционные и так далее, технические алюминии, да. Ну, конечно, это проводит государственное управление, а это всё, это комплексная сфера, там логические термины современные, то есть, форматические, да, политический дискурс, именно в правом развитии, там, в интерфигамате и так далее. Да, поэтому терминология, да. Да, но мы ещё и включили токование, да, с финицией, и сопроводили эту компанию. Спасибо. А программное обеспечение у вас платное или свободное? А программное обеспечение мы делали сами. А вот, да, раздавали программный продукт, и она вот на этом компьютере, с которым мы ведём трансляцию, вот на этом компьютере она существует. Ну, вот в двух вариантах, то есть, на программном центре, да, и у нас на компьютере. Как только было всё завершено и выключена аналоговая версия словаря, мы интегрируем этот словарь в базу данных системы электронной правительства. Спасибо. Извините, пожалуйста, можно задать технический вопрос Полине Александровне? Полина Александровна, как-то необычно выглядит чат. Вот скажите, коллеги, вы пользуетесь чатом сейчас? Там как-то странно. Атом ГИМО 630, ГИМО, потом опять 630, ГИМО. Дело в том, что я пишу лично каждому, сколько времени осталось до конца презентации, поэтому там личные сообщения, не всем. То есть вообще никто за это время ничего в чате никому не написал? Как-то это странно. Ну, в общий чат я не вижу сообщений. Я пишу индивидуально, если подходит время по регламенту, я просто пишу. А люди сами не пишут ничего? Нет, я не вижу сообщений от кого. Мы тоже не видим. Пожалуйста, если вы можете, чат, во-первых, может быть, вы не пользуетесь чатом, просто, может быть, не задаются вопросы в чате. Кто-то записал вопрос в чате? Я не вижу никаких вопросов в чате. Единственное, я, да, только относительно времени регулирую, но индивидуально, чтобы не беспокоить других участников. Спасибо большое, Полина Александровна. Я надеюсь, что мы идем в ногу со временем, все в порядке у нас с регламентом. И мы пригласим следующего докладчика за внимание к нашему докладу. Ой, спасибо вам большое. Тоже, конечно, спасибо огромное, потому что, ну, работа, видно, что она просто гигантская. Тут ни с чем, никаких не может быть даже других комментариев. Я просто надеюсь, что все заинтересованные лица, в частности, вот Елена Касимовна, я думаю, что ее будет очень интересно ознакомиться с вашей публикацией. И мы все сможем в сборнике материала конференции потом все это прочитать более внимательно. Потому что, еще раз повторюсь, огромный объем информации не дает сразу ознакомиться. А как вот говорила Тарья Халанин, мы ищем простых ответов на сложные вопросы. Ваш вопрос был очень сложным. Поэтому спасибо огромное. Переходим, да, мы к следующему докладу. Мы перейдем к докладу Гусевы. Так, Аллы, прошу прощения, если неправильно сделала ударение, Ханафиевна. Ханафиевна, да. Аллы, Ханафиевны, Российский государственный гуманитарный университет Россия. Тема доклада о тенденциях дидактики дисциплин профессионального цикла в режиме онлайн, двоеточие, формирование дистанционного фонда оценочных средств. Прекрасно, прекрасная тема. Очень хорошо. Так, коллеги, сейчас мы запускаемся. Ну, мне бы хотелось начать как раз с того, что уточнить, что мы понимаем именно под тенденциями, потому что как раз я очень рада, что и вся наша конференция нынешняя, и конкретно наша секция посвящена как раз информационным технологиям, и ведем мы все дисциплины профессионального цикла. Поэтому я бы хотела сегодня дополнить выступление предыдущих ораторов как раз тем, что немножечко рассказать об электронной цифровой среде, о концепции коммуникационной образовательной коммуникации, которая в нашем ВУЗе применялась, в РГГУ. Ну и мой вклад – это фонд оценочных средств и формирование в дистанционном формате. Теперь о непосредственно самой системе. Ну, естественно, что пандемия вызвала резкий скачок развития цифрового образования и реорганизации образовательного процесса. Я на этой схеме постаралась отразить прежде всего роль дистанционных образовательных технологий, на которые все мы с вами знаем, под аббревиатурой ДОТ. И в докладе хотела бы показать, каким образом были модернизированы традиционные методики преподавания, куда ДОТ также включается. Теперь о цифровой образовательной среде и электронной системе цифрового образования. Если мы говорим об инновационных методиках и педагогических технологиях, сюда, конечно же, мы обязательно должны включить аппаратные средства. И обязательно цифровые ресурсы, ЦОР, которые и являются базой для разработки наших дистанционных образовательных средств, которые входят в фонд. И говоря об образовательной сети. Но, естественно, что важно понимать, что в последнее время, когда все были вынуждены работать именно в режиме удаленного доступа, наше все обучение проводилось по принципу профессионально-образовательного кластера. И в данном случае необходимо будет также затронуть вопрос управления образовательного процесса. Говоря об электронной цифровой среде, я бы поставила ее в взаимосвязь и взаимозависимость с интегративной средой взаимодействия прежде всего участников образовательных отношений. А это не только получается у нас педагоги и непосредственно студенты-магистранты. Сюда входит, опять же таки, и администрация, и наше учебно-аграниционное подразделение вузов, но и в том числе родители, поскольку, естественно, все мы с вами понимаем, что родители, находясь также в режиме удаленного доступа, могли посещать наши занятия. И далее важно понимать, что обеспечение личной безопасности при выборе программных продуктов для образовательной коммуникации также было одной из важнейших сфер деятельности вузов. Теперь о моделировании образовательной структуры как таковой. Но хотелось бы провести все-таки различия между онлайн-обучением ООО и дистанционным обучением ДО. Если представить систему, которая была разработана в нашем университете и, в частности, по моему предмету, это как раз заместитель оригинала на четырех уровнях. То есть сама модель, если мы говорим о дистанционном оценочном фонде на уровне элементов, это дистанционные практические задания, на уровне результатов это интерактивные практические задания. И что касается структур и поведения или функций, здесь мы говорим о взаимоотношениях и поведении преподавателей и студента непосредственно, вот об этом как раз мне бы хотелось рассказать. Теперь о ДОТ как технологии электронной цифровой, системы цифровообразования и электронных образовательных материалов. Прежде всего, выбор способа коммуникации со студентами был важен, поскольку необходимо было заменить очные занятия и организовать не только аудиотрансляцию лекций, но и также визуализацию образовательных презентаций, выполнение заданий в интерактивном режиме, который как раз и является одной из важнейших наших задач. Далее. По организации образовательной коммуникации. Здесь мы выделим прежде всего проблемы. Мне казалось, что коллеги сегодня еще недостаточно затронули проблему, поскольку основная проблема, на мой взгляд, состояла в том, чтобы обеспечить именно комплексный образовательный процесс. Говоря о непосредственно коммуникационных платформах, в нашем ВУЗе были проанализированы представленные коммуникационные платформы, среди которых была выбрана Zoom для проведения занятий. Но я сразу, поскольку слышала вопрос, который был задан предыдущему оратору, я могу сказать, что у нас первую сначала была закуплена версия, которая не обеспечила всех наших потребностей. И постепенно руководство пришло к тому, что не сэкономишь на программных продуктах. И была закуплена расширенная версия, которая позволяла в параллельном режиме неограниченно обеспечивать ведение занятий. Как раз я об этой технологии сегодня расскажу. Теперь о таких системах, как TrueConf и Microsoft Teams. Они себя не оправдали, тоже мы их опробовали. Да, всего было 14 систем, из которых вот три показались более или менее подходящими под специализацию университета, поскольку у нас многие преподаватели читают поточные лекции, ведут семинарские занятия. То есть это подразумевает несколько двойные технологии, чем нам предлагает, к примеру, тот же самый Skype, с которым мы все знакомы. Теперь о самой терминологии. Вчера на пленарном заседании был использован такой термин, как гибридное обучение. Я бы сразу хотела выделить, я вот даже внесла в презентацию некоторые правки в сегодняшнюю. У нас принят такой смешанный тип обучения, что подразумевается под данным термином. Ну, в первую очередь, все вы помните, что у нас был такой период, особенно это было в сентябре, когда мы вышли вроде бы как на работу, но при этом вели занятия очно из университета, из аудиторий. И в то же время студенты некоторые хотели в обязательном порядке посещать очно занятия, особенно практические языка, а другие студенты не хотели. Они написали заявление, и мы уже из аудитории, не из дома, вели занятия по смешанному типу обучения. То есть одновременно по системе интернет-радио. Это если поточные лекции брать, то что у меня, например, по моей дисциплине лекции курсовые и поточные, потом они делятся на лабораторные занятия. И если мы говорим о обеспечении как раз теми самыми оценочными средствами, это размещение в электронно-информационной образовательной среде РГГУ. Это ресурс, который у нас уже с 17-го года существует. И хорошо он был пополнен очень как раз в прошедшем году. Там были размещены наши все методические материалы. Потому что раньше мы только ведомости заполняли и ввели отчетную документацию. И сейчас уже практически все перешло в ЭОС. Ну и как, что касается онлайн-практических занятий, все проводилось в режиме видеоконференции как раз на платформе Зумас РГГУ, вот отдельном нашем выделенном портале, который и обеспечивал наш вот этот смешанный тип обучения. Далее, говоря о коммуникационных платформах, как раз я бы выделила следующие опции, которые используются для проведения дистанционных лекционных занятий смешанного типа. В первую очередь это введение записи видеотрансляций. Мне это показалось очень удобным, поскольку в особенности, когда они уже сдавали материал, возможно было непосредственно проверить их результаты. Далее демонстрация презентации документов и страниц организатора и участника, управление действиями участников конференции и так далее. Теперь об обмене текстовыми сообщениями. Ну, безусловно, это очень удобный формат, когда речь идет об лицетировании, поскольку все студенты у нас сейчас, ну, что называется, находятся на рейтинге, да, и вот в данном случае как раз это одна из немногих платформ, которая данную функцию обеспечивала. Дальше. Говоря о преимуществах, вот это также можно было бы отметить, это использование мобильных устройств, поскольку студенты наши все равно, даже имея стационарные машины и планшеты, все равно они очень часто пользовались телефонами, и вот мы освоили такую технологию демонстрации с телефона по заданию, которые они выполняют, но я сразу хочу сказать, что это достаточно неудобно, потому что все-таки наша профессия подразумевает большой объем текстового материала, да, и не всегда телефон нас спасает. Теперь о самой методике. Говоря о схеме образовательной коммуникации, используемой этих двух сервисов, я выделю все-таки две модели, дистанционно-образовательная технология и онлайн-режим. Здесь я попыталась представить схематично, каким образом происходит обмен информацией, и, конечно же, мы все можем видеть различия, представленные на данных схемах. Далее, теперь о самой дисциплине. Это электронные ресурсы переводчика, которые как раз и на базе данной дисциплины я начала разрабатывать дистанционный фонд оценочных средств по характеристикам. Три группы численностью 30 человек, то есть всего 90 на потоке у нас, да, соответственно, 90 – это поточные лекции, потом они разбивались на три группы по 30. Теперь по методике концентрации внимания. По виду занятий – это дистанционные практические задания, по форме – это видеоконференции, визуализации и так далее. Дальше уже разработка коллективных саппрезентаций в интерактивном режиме. Ну и по компонентам. Подразумевается открытый онлайн-образовательный ресурс, текстовые базы данных, припринт-архивы, я бы особо выделила электронные библиотеки, медиагалереи и так далее. Говоря о системе цифровых контрольных измерительных материалов, тестовых и креативных заданий. Вот особенно важно, мне кажется, по методике концентрации внимания студентов. Дистанционное занятие, чередование видов деятельности, далее интерактивное тестирование, совместная работа и то, что как раз является интересным. Это вот непосредственно, как обеспечивается сама коммуникация. Значит, вот говоря об организации дистанционного обучения, это сама встреча с ректором, да, это сам наш ЗУМ, где проводятся занятия. И вот онлайн РГГУ 287 – это номер аудитории, с которой как раз занятия проводились. Теперь непосредственно по электронным ресурсам. У нас есть такая определенная классификация, я ее делю на три основных группы. Прежде всего, это электронные библиотеки, университетские библиотеки, как раз посвящены в данном случае больше профессиональные тексты по дисциплинам гуманитарного цикла. Далее интернет-версии франкоязычных радиостанций и телеканалов, мне кажется, в режиме проведения занятий, так как мы и работали в том году. Это, конечно же, формат онлайн, новостная информация, архивный материал, естественно, живая речь носителя языка. Вот коллега как раз упоминала о фонетическом аспекте. Мне кажется, что пополнение словаря как раз очень можно организовывать с помощью тех самых носителей. Вот не знаю, как вы работаете ли с этими источниками. То есть не только классических и текстов, но живую речь именно новостной. Далее франкоязычные социальные сети. Ну, прежде всего, это коммуникационные платформы. Я бы хотела отметить, что в последнее время, естественно, в «Испантемии» очень много люди занимались действительно на платформах достаточно много. И о характеристике онлайн-ресурсов. Они, конечно же, для лингвокультурной мотивации служат дополнительным источником. И хотелось бы мне теперь их представить кратко. Скажите, пожалуйста, есть ли у меня время? Алина Александровна. Добрый день. Мы заканчиваем. Я вам направляла в чат. Я просто... Или просто... Заканчиваем, да. Все, да. Я тогда покажу кратко, какие ресурсы мы рассматриваем. У нас есть преподаватели французского языка? Просто я или более так широко, или поуже? Мне кажется, что... Да, можно... Давайте я тогда поуже. Но вы сами видите, что ресурсы различные. Я отправлю слайды, если сохраняться же презентации, нужно будет посмотреть. Потому что на слов воспринимать интернет-реса, мне кажется, сложно. Я не поняла еще раз. Я говорю, что можно отправить слайдом, если презентация не будет сохранена. Просто интернет-адреса на слух воспринимаются сложно. Я не интернет-адреса, я классификацию рассказываю. Да, да, да. Пожалуйста, два слова. У нас есть несколько, скажем так, специализированных радиостанций и телеканалов, которые нацелены на инновещание. Да, вот здесь я привожу их пример. Я не собираюсь их открывать ни в коем случае. Далее. Что касается этого Санкмонда, это образовательный ресурс, который как раз служит для, в основном, подготовки к квалификационным экзаменам. В французской версии это Delph-Dalph. И сайт торгово-промышленной палаты, который тоже нашему выпускникам, может быть полезен, поскольку мы готовим не лингвистов как таковых, а все-таки язык как язык специальности. И те самые коммуникационные платформы, я бы хотел сразу сказать, что они направлены, скажем так, на общение людей, изучающих языки, увлекающихся изучением языков. То есть вот это важный момент, что это не просто болталки, где все обмениваются абсолютно любой информацией, там очень четкие фильтры. И вот в этом смысле это достаточно важный момент. Ну, я закончилась. Благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, я готова ответить. Я завидую. Спасибо большое. Спасибо большое, Алла Ханафимовна. Тут действительно материалы очень интересные и ценные для преподавателей. Просто я побоялась, что займет это достаточно много времени. И мне очень хотелось бы уточнить у Полины Александровны, нашей замечательной, сможем ли мы потом посмотреть презентации, Полина Александровна? Потому что много вот таких вот вопросов, знаете, вот сходу они не возникают, но хочется ознакомиться поподробнее с презентациями. Будет возможность такая? Презентации вы имеете в виду докладчиков? Да. Конечно, это вся наша сессия, она будет выложена, и доклады будут сохранены. Хорошо, спасибо большое. А можно у меня такой тоже дурацкий вопрос параллельный? Не знаете ли вы случайно, когда будут опубликованы статьи? Потому что у меня там в статье тоже, ну как вам сказать, я постаралась больше как раз акцентировать внимание именно на дистанционной форме оценочных средств. Тут у меня, конечно, бэкграунд дается достаточно развернуто. И уже конкретика. Вы знаете, относительно публикации статьи, я думаю, нужно задать вопрос организаторам в письменной форме. Я не владею информацией, извините. Не обсуждали вы. Да, просто я бы хотела сказать, что тоже, но я, конечно, там не даю на самом деле меньше, чем в презентации, поскольку специализация тут франкоязычная у нас отсутствует. Но, тем не менее, там вот эта взаимосвязь образовательной коммуникации и самих дистанционно-образовательных фондов средств, она попонятнее прописана у меня. Скажите, пожалуйста, у меня такой вот вопрос возник. Вы называете его дистанционным фондом оценочных средств. То есть вот как-то все-таки вчера на семинаре мы затрагивали этот вопрос о том, что изменились вообще системы оценки. То есть у нас есть автоматическая проверка вот на тех самых, на ряде образовательных платформ, о которых вы говорили. Но вот вы, когда собираете ресурсный фонд, вы как-то соотносите это с... У нас, смотрите, если говорить о терминологиях, у нас есть фонда оценочных средств. Это то, что мы с вами пишем как дополнение к рабочей программе дисциплины. Критерии экзамена, да. Там мы собираем, во-первых, прописываем критерии экзамена, критерии ВКР, у кого есть или курсовая работа. И также примеры заданий, которые мы даем студентам. Но если брать мой предмет, это информационные технологии в лингвистике, электронные ресурсы переводчика и компьютерное обеспечение переводческой деятельности. То есть у меня не практические курсы. Естественно, что в свое время я все практические задания придумывала сама. То есть я не могу взять, скажем, из какого-то учебника тест на споряжение глаголов и так далее. То есть это не языковая дисциплина. Поэтому, естественно, что я в фонде оценочных средств представляю все вот эти практические задания, которые, когда мы преподаем в аудитории очно, имеют один формат. И, естественно, они были адаптированы к дистанционному образовательному как раз вот этому нашему режиму, поскольку здесь у нас с одной стороны происходит индивидуализация обучения, а с другой стороны все-таки мы работаем немножечко непривычно для студентов в том числе. Поэтому я его позвала просто дистанционным фондом оценочных средств. По сути, он остался, потому что без заданий мы работать не можем, в частности, по моему предмету. Так, а вторая часть вопроса, простите, какая была? Собственно говоря, в чем система оценки? Я уже поняла, вы начали с фонда оценочных средств и с отнесениями. А, система оценки, сейчас скажут. Значит, у меня есть такая бально-рейтинговая оценочная шкала. Она адаптирована под нашу вот эту европейскую стубальную, естественно, когда у нас был принят еще третий стандарт, не три плюс, а третий, первая еще, которая получается. У нас прошла как раз оценка в плане ЧККОМ. Каждое задание имеет свой вес удельный, да? Соответственно, посещаемость занятий у нас учитывается как один балл. Но каждый преподаватель тут волен либо за посещаемость давать баллы, либо не давать. Но я считаю, что за мою дисциплину это необходимо. Далее. Чем сложнее задание, имеется в виду креативные, тем они имеют больше удельный вес. То есть если говорить о стубальной шкале, она может набраться в крайне редких случаях. Там максимально эти 90-95 баллов. И на 100 баллов это, не знаю, там 5-7 человек всего набрали за вот сколько там, 25 лет уже работают. То есть получается, что если мы говорим о дистанционном фонде оценочных средств, задачи преподавателей в том, чтобы индивидуализировать как можно более высокой степени все задания наши, чтобы студенты имели право и возможность, главное, что набрать те же самые баллы, что они набирают в очном режиме, да? И поэтому я решила действовать прежде всего по этой шкале, поскольку в этом случае я буду методической документацией соответствовать, что важно очень. И в том числе, опять же таки, сейчас даже в рабочих программах у нас прописывается отдельным разделом не только образовательные технологии, как раньше было, да, но и дистанционные технологии. Вот мне кажется, что, в общем-то, я немножечко так, как сказать, заранее это все предвидела, да? И мне теперь очень хорошо, удобно. Я просто в нужные разделы разместила, откорректировала. Но смысл остался в том, что, естественно, когда мы что-то сочиняем, да, и креативим, конечно же, мы должны придерживаться нормы приказов, которые уже у нас непосредственно и часов, главное, что, которые у нас уже заложены в дисциплине. Спасибо вам огромное, Алла Ханафимовна, все замечательно. Действительно, очень интересный был доклад и насыщенный, потому что, действительно, опять-таки, я думаю, что ваши коллеги, преподаватели французского языка, найдут для себя очень много интересного в тех материалах, с которыми вы так щедро поделились. Я просто поняла, что у нас в основном англичане, да, и вот и немец один, мне так показалось, да? Да, но есть такая буква в алфавите, действительно, то есть я, несмотря на то, что французский второй, но я преподаю английский язык, вот, поэтому мне просто кажется, что для любого преподавателя такие источники, они бесценные, вот, поэтому спасибо вам. Дело в том, что они собираются, мы же сами понимаем, что мы зашли в интернет, да хоть сейчас, да, но одно дело что-то найти, а другое дело действительно убедиться в том, что это достойный ресурс, тем более в эпоху того, что сейчас действительно, я бы даже сказала, миллиарды всяких ресурсов, и наша задача именно направить студентов на определенные образцы, которые содержат четкий контент, действительно достойные внимания. Абсолютно с вами согласна, абсолютно, спасибо вам огромное. И мы пригласим следующего докладчика, Харламенко Инна Владимировна из Московского государства университета имени Ломоносова, то есть тема доклада «Опыт проведения экзамена по иностранному языку в электронном формате». Замечательно, просто, просто замечательно. Добрый день, уважаемые коллеги, я сейчас подожду, пока предыдущий докладчик уберет свою презентацию, чтобы не мешать. На презентации я хочу сказать, что мы в прошлом году действительно испытывали сложности, но был разработан целый формат, это очень интересно вас послушать, потому что действительно принять экзамены дистанционно – это особое искусство. Можно ли попросить, да, предыдущего докладчика? Нужно отключить. Вы меня отключите, организатор, да? Аллаха Анафеевна, отключите, пожалуйста, демонстрацию. Да, потому что я вышла уже, у меня тут два отображения, и оба я, вот видите, сейчас экран просто мой будет. Нужно остановить просто демонстрацию экрана. Вверху там кнопочка красная. А я остановила, она все равно у меня идет. Я просто как, ну у меня просто лицензионная версия, поэтому может быть так вот. То есть оно больше слушается меня. Почему-то, хотя должно вас как организатора. Но мы не имеем к этому управления отношения, потому что демонстрация экрана включает каждый участник. Спасибо большое. Спасибо. Да, все в порядке, спасибо. Потому что у меня отображение другое немножечко. Спасибо. Илья Владимировна, мы вас приглашаем. Спасибо еще раз большое. Да, теперь как раз уже есть возможность перейти. Действительно, многие наши коллеги говорили о том, что испытывали сложности при переходе на вынужденное дистанционное обучение в связи с образовательным процессом. Но поскольку я у себя на кафедре занимаюсь в том числе и проведением экзаменов, и я работаю на биологическом факультете МГУ имени Ломоносова, то есть мы работаем со студентами-биологами, мы разрабатывали специальный экзамен для них в международном формате, и это достаточно большая работа была проведена. И когда вдруг оказалось, что мы все с вами перешли на дистанционное обучение, встал вопрос действительно, как проводить аттестацию студентов. В связи с этим мы обратились к исследованию, которое было предоставлено в Выше школы экономики, и было предложено четыре варианта проведения экзаменов, осуществление государственной итоговой аттестации. Разные учебные заведения пошли по разным путям. Мы знаем, что те же самые единый государственный экзамен был принесен по времени, но тем не менее остался в очном формате. Мы же, поскольку Московский университет одним из самых первых перешел на дистанционный формат, и более того, биологический факультет до сих пор работает в дистанционном формате, то есть я работаю в дистанционном формате уже больше, чем год. Мы были вынуждены перейти на, воспользоваться четвертым путем, то есть онлайн-изации экзаменов, и провести их в дистанционном режиме. Если мы с вами посмотрим на формат проведения экзаменов, то мы можем уделить несколько вариантов. Это традиционный или бумажный экзамен, как мы все привыкли, когда мы раздаем на бумажном носителе задания обучающимся, которые находятся у нас в аудитории. Компьютерный формат – это когда в наше учреждение приходят студенты или обучающиеся и проходят на наших компьютерах уже какие-то там тестовые задания, например. Хотя, возможно, не только тестовые задания. И последний вариант – это электронный вариант. Мне пришлось ввести такое определение, то есть это проведение экзамена на базе электронной платформы. В нашем случае мы проводили на платформе Moodle. У нас есть своя платформа, которая называется «Университет без границ». И на самом деле не только мы, преподаватели, работаем с этой системой. Есть курсы повышения квалификации, и один из таких самых-самых известных курсов, ну, в нашей с предельной языковой, это курс Сланга Григорьевна-Терминасовой. И вот он тоже размещен у нас на платформе Moodle «Университет без границ». Я всегда обращаю внимание всех коллег на него, потому что курс очень хороший. Итак, мы работаем с электронной платформой с удаленным доступом. То есть получается, что если при компьютерном формате обучающиеся приходят к нам в учреждения работать с нашими компьютерами, то при удаленном доступе они работают каждый из своего дома. В действительности география студентов, которые обучаются в Московском университете, она очень большая. У нас много иностранных студентов, поэтому во время пандемии, естественно, не было возможности их собрать всех в одном месте, тем более, что это было запрещено. Что касается проверки, уже упомянутые, есть задания с автоматизированной проверкой, а есть задания с открытым ответом. На самом деле идея компьютерного формата у меня возникла еще до пандемии. Как раз буквально за пару месяцев у нас образовалась группа, очень небольшая группа обучающихся, и как раз я хотела на них попробовать компьютерный формат. Но когда в марте все закрылось, мне нужно было перейти на электронный формат на полный курс, то есть на 200 человек. Если мы будем говорить о преимуществах электронного экзамена, то, конечно же, их много. Во-первых, это возможность протестировать сразу большое количество экзаменов одновременно. Почему обращаю на это внимание? Многие из вас, я так понимаю, что являются тоже авторами и разработчиками материалов, и я в том числе тоже занимаюсь разработкой материалов именно для нашего экзамена, мы знаем, какой-то большой труд составить даже один вариант для экзаменов, который измерительных материалов. Поэтому, если мы сможем сразу одновременно протестировать большое количество обучающихся, это нам сокращает то количество вариантов, которые нам нужно предоставлять. Соответственно, экономит наше время как преподавателей. К тому же, современные студенты очень оснащены современными средствами, и мы знаем, что теперь можно делать фотографии и наручными часами, и всякими устройствами. Поэтому, конечно же, каждый раз, когда мы показываем какие-то экзаменационные материалы, даже если мы показываем их аудитории, и вроде бы нам кажется, что мы проследили за тем, чтобы никто не фотографировал эти материалы, я так думаю, что, скорее всего, все равно эти материалы уходят в народ, так называемые, и, соответственно, нам нужно придумать новые и новые материалы. Поэтому это первый момент. Второй момент – это быстро автоматизированная проверка. Мы знаем, что когда нужно проверить большой объем работы, предположим, поток 200 человек, а, как правило, время дается ограниченно очень на эту проверку, то может срабатывать так называемый человеческий фактор. Мы можем даже просто спутать плюсик с минусиком, неправильно посчитать их. Что касается автоматизированной проверки, то здесь таких вариантов нет. То есть все будет рассчитанно правильно, то есть мы здесь совершенно не сомневаемся, и доверие студентов больше это вызывает. Следующий момент – казалось бы, что так долго мы уже работаем с единым государственным экзаменом, и наши обучающиеся выпускники школ заполняют эти бланки, тем не менее, вероятность ошибки очень большая. И каждый раз мы видим, что они что-то пишут не туда, и, соответственно, может привести к тому, что ответ не будет засчитан. То есть здесь такая вероятность снижается. Объективность проверки. Все находятся в равных условиях, и всегда, естественно, это повышает доверие студентов к проводимому контрольному мероприятию. И последний момент, что может пройти с любого места, но, опять же, в пандемии мы все это оценили. Тем не менее, существует ряд недостатков в проведении экзамена в электронном формате. Во-первых, это технические трудности. Даже если все хорошо с нашей стороны, хотя мы понимаем, что тоже со стороны организаторов могут возникать не для проблемы, могут возникать технические трудности у наших обучающихся. Даже перебои с электричеством приведут к тому, что не будет правильным образом работать программа. Следующий момент – это методические трудности. То есть это то, как мы с вами должны разработать те же самые тесты. И во время… у нас получилось так, что мы уже провели две таких сессии, и мы сделали вывод. То есть когда у нас была первая сессия, у нас были не авторские материалы, то есть просто подобранные материалы по нужной тематике. А студенты очень хитренькие, но я думаю, что у вас точно такие же. Они забивали буквально первую строчку текста в строку поиска и, соответственно, находили данный текст. А дальше они его просто загоняли в переводчик и таким способом уже работали с русским переводом сразу для того, чтобы не усложнять себе жизнь. И к тому же мы поняли, что поскольку мы работаем с биологической тематикой и подбираем задания из источников, связанных с биологической тематикой, то здесь возникали свои трудности, опять же, с терминологией. И следующая проблема – это психологическая. То есть, к сожалению, до сих пор мы видим, что нетрепреподаватели не готовы довериться технике, вызывают большое, так скажем так, недоверие. И кажется, что возможно реализация только на уровне действительно автоматизированной проверки. Хотя это не так. То есть мы проводим все те же самые задания, которые у нас были разработаны, то есть пять частей экзамена. И в разделе Writing, в разделе Speaking, естественно, у нас будет задание с открытым ответом. Было выяснено такой интересный момент по поводу опыта. Когда после этого мы оценили те результаты студентов, которые сдавали электронно, те, которые сдавали в предыдущий год, которые сдавали в обычном формате, выяснилось, ну, в принципе, это было ожидаемо, что те задания, которые были тестового формата, студенты с ними справились значительно лучше. Я боюсь, что здесь есть такой момент, такое новое явление для нас, как ливидователей, и, конечно, бороться мы с ним совершенно не в состоянии, это наличие студенческих чатов. То есть как только студенты получают задания, они, соответственно, начинают вместе в чате обсуждать, или тот, кто посильнее начинает сливать ответы, конечно, бороться с этим невозможно. Поэтому какие варианты, скажем так, действительно борьбы с такой академической нечестностью? Во-первых, использовать только полностью авторские материалы, чтобы студенты, воспользовавшись строкой поиска, не могли найти те материалы в сети, чтобы это не облегчило им задачу, а чтобы действительно они проходили задания каждый раз самостоятельно. Второй момент, которым мы пользовались, мы не открывали все задания сразу, потому что мы понимали, что часть студентов начали работать над первым заданием, часть над вторым и так далее, а потом они просто, опять же, при помощи студенческих чатов салют друг друга ответы, и, соответственно, быстренько все освободятся, просто несут эти ответы и все. Поэтому мы работали с ограничением по времени и одновременно открывали только одно задание. То есть, поэтому получалось так, что все студенты работали только с одним заданием. Поскольку время было ограничено, и мы потом проводили опрос студентов, они указали на то, что ограничение по времени часто их наталкивало на мысль, что лучше начать делать самому, чем искать в интернете, потому что действительно ограничено время. Что касается заданий с открытым ответом, то есть из раздела письмо writing, из раздела speaking, говорения, то здесь студенты справились таким-то оригинальным способом. То есть, что касается writing, то результаты практически одинаковые. Почему так получилось? Я так думаю, что потому что задания творческие, и нет смысла им было обсуждать. Хотя, конечно же, они могли воспользоваться переводчиками, по крайней мере, для того, чтобы тот самый спелинг был правильный. Что касается заданий устного ответа, то здесь они справились хуже. Я так думаю, что это было связано с тем, что необходимо было записывать, записывать, делать эти видеозаписи проведения экзамена. И, видимо, все-таки они немножко нервничали по этому поводу. Так, поэтому что от ассоциативных результатов? Что требуется? Значит, необходимы полностью театрские материалы. Хорошо бы, чтобы был большой банк заданий для того, чтобы каждый студент получал свои материалы. Ну, соответственно, надо этим нужно еще работать и работать тогда. То есть, это, опять же, увеличивает задачу. Но есть большие перспективы использования экзаменов в электронном формате. Например, та же самая высшая школа экономики с 15-го года проводит федеральные экзамены, добровольные федеральные экзамены на уровне бакалавриата. Можно использовать для локальных экзаменов, как мы используем, в рамках смешанного и дистанционного учения. Ну, или если какие-то такие катаклизмы случаются, то можно и для всеобщего. То есть, уже есть регламентная база для этого, потому что вначале, конечно, не было регламентной базы. То есть, был вопрос, имеем ли мы право с точки зрения, скажем так, законности это делать. У меня есть несколько статей по теме доклада. И я буду рада, если у кого-то есть вопросы. И если кто-то захочет связаться со мной, я всегда рада совместной деятельности и научному поиску. Спасибо большое. Спасибо, да. Спасибо. Есть ли вопросы какие-то у нас в аудитории? Кто-то хочет задать вопрос, коллеги? У меня, как у преподавателя, частично практика, частично читает теоретический материал. Но вот практика у меня реализуется на китайских студентах, о которых я, может быть, сегодня попозже расскажу. У меня вопрос относительно авторских материалов. Вы сказали, что необходимы авторские материалы, что это один из способов избежать... Академической нечестности. Да, академической нечестности, как у вас это было в докладе. Поэтому у меня вопрос, насколько авторские? Потому что, насколько я понимаю, речь идет о студентах-биологах. Вряд ли вы напишете какую-то статью по биологии на английском языке, правда? Вы знаете, мне это адаптация или как? Что это будет? Да, конечно же, я не пытаюсь писать статьи по биологии. Тем более, что я не специалист. Другое дело, что опыт работы, он, конечно, накладывает отпечаток, и я уже многое понимаю, что в биологии. Но, тем не менее, писать статью подобного уровня. Мы берем, естественно, аутентичные материалы. Я не в состоянии. Когда я говорила про авторские материалы, я имела в виду, что мы берем, предположим, текст какой-то статьи. И мы действительно так делали. А, соответственно, все задания, то же самое, множественный выбор, пропуски в тексте, словообразование и так далее, мы все делаем сами. То есть текст остается такой же? Текст остается. Мы не можем, то есть мы не носители, мы не можем его придумать, этот текст. Но мы, как методисты, можем разработать задания. На самом деле, если вы посмотрите на те же самые материалы из рубежных уменьканий, я очень часто так делаю. То есть они берут некий текст из какого-то источника, из газеты, из журнала. И уже с этим текстом, к этому тексту тоже как раз апуски, в чем их вклад. В том, что они к этому тексту придумывают заказ задания. Мне кажется, что адаптация – это же часть нашей работы. Мы можем. Почему? Мы можем каким-то образом упростить текст. Это часть, опять-таки, нашей методики. Мы можем, но… Мы так делали. У меня просто опыт работы на международных отношениях, и сейчас я работаю на экологическом. У меня такой гибрид. Кстати, у меня был вопрос по этому поводу. Но смысл в том, что мы брали статьи, аутентичные статьи, но мы их адаптировали, в зависимости от группы. Дело в том, что у нас на международном отношении было 15 групп. Это уровни. То есть мы начинаем первое, а второе, а третье – это высокий уровень. Можно представить, как люди с нуля начинали изучать. У них первый был немецкий или французский в школе. Поэтому мы адаптировали. Спасибо большое. Это у меня я случайно, видимо, сама задела. Сейчас, секунду. Свою презентацию. Поэтому я думаю о том, что авторские материалы – это же может быть все, что угодно в плане адаптации. Поэтому я спросила вас. Я поняла теперь, да, вашу точку зрения и позицию университета. Спасибо большое. Да, у нас по стандарту мы должны выпускать студентов не языковых специальностей с уровнем не ниже, чем В2. Поэтому мы ориентируемся на уровень В2. Поэтому все те материалы, с которыми мы работаем – это В2. То есть вы меняете задание. Спасибо большое за ответы, за очень интересное сообщение. Такой действительно продуманный подход, потому что действительно это большое и великое дело – подготовить материалы, разработать экзамены, провести экзамены в новых создавшихся условиях, в новой системе координат, обращаясь к названию конференции. Это очень сложно. Спасибо большое. Следующий докладчик у нас – Татьяна Александровна Полушкина из Московского физико-технического института, Национального исследовательского института. И тема ее доклада – формирование на язычной просадической компетенции уроки вынужденного перехода на дистанционное обучение. Вдвойне рада, поскольку у меня тоже связано с фонетическими аспектами обучения. Добрый день, уважаемые коллеги. Мария Юрьевна, приветствую вас. Большое спасибо за представление. Меня видно, слышно? Не очень вижу. Ну, в смысле, презентация, да, видна. А что с моей камерой? Не-не, камера, просто сказать спасибо за представление. Я просто подумала, что я до одного лицо. Ага, я вас прекрасно вижу. Спасибо большое. Да, коллеги, позвольте перейти непосредственно к докладу. Цель доклада – представить модель обучения студентов технического вуза и на язычной просадии с применением цифровых технологий. Будут представлены результаты исследования, проведенного в Московском физико-техническом институте, которые были опубликованы в журнале «Экс-Лингия» в 2021 году. Следующий слайд, пожалуйста. В первую очередь мы рассмотрим причины, объясняющие уязвимый статус обучения произношению и связанные с этим риски. Будут проанализированы существующие возможности дистанционного обучения просодий с позицией их способности удовлетворить актуальные образовательные потребности студентов. Если можно, можно следующий слайд. Там у меня план. Спасибо большое. Да, следующий. Этот, да, спасибо. Далее будет описана модель обучения, созданная с целью преодоления образовавшегося разрыва между целями обучения просодий и цифровыми инструментами. И, наконец, мы представим результаты экспериментального обучения для оценки эффективности модели. Следующий слайд, пожалуйста. Кризисная ситуация, связанная с пандемией, в которой мы все оказались, поставила перед нами новые вызовы. И, согласно докладу ООН, в первую очередь с педагогическим сообществом стоит задача избежать снижения качества обучения при переходе на дистант. Помимо этого, рекомендуется больше уделять внимание навыкам, которые позволят студентам быть более конкурентоспособными, а также использовать нетрадиционные формы взаимодействия со студентами. Спасибо большое. Можно следующий слайд. Перевод процесса обучения иностранному языку в онлайн-формат поставил обучение произносительной стороне речи в неязыковом вузе в непростое положение. Рассматриваемое многими как второстепенное излишество, оно имело относительно невысокие шансы попасть в содержание учебной программы во время экстренного дистанционного обучения. Кризисная ситуация в образовании существенным образом постимулировала интерес к технологическим инновациям и альтернативным способам обучения. И одним из способов решения данных проблем является обучение произношению с применением компьютерных технологий CAPT, Computer Assisted Pronunciation Teaching. Данные программы доказали свою эффективность индивидуализации, интенсификации обучения произношения. Но несмотря на все эти достижения, цифровые инструменты обычно рассматривались как визуально привлекательные, развлекательные фишки, дополняющие очное обучение. На сегодняшний день существует большое разнообразие программ и приложений по обучению произношению, но тем не менее их способность решать возникающие проблемы носит неоднозначный характер. Следующий слайд, пожалуйста. На сегодняшний день существует как минимум три подхода к определению основных принципов обучения, которые рекомендуется учитывать при разработке технологий CAPT. Несмотря на определенные вариации, авторы единодушно подчеркивают способность идеальной программы учитывать различные контексты, индивидуальные потребности обучающихся и предоставлять мгновенный отклик. Следующий слайд, пожалуйста. В то же время привлекательность инструментов цифрового обучения произношения омрачается серьезными недостатками и противоречиями. И последние годы показали, что первоначальный энтузиазм, исследователей по поводу CAPT уступил место разочарованию. Исследователи отмечают, что CAPT остается в зачаточном состоянии, все еще имеет много структурных проблем. Важной проблемой CAPT является его несоответствие целям обучения и отсутствие прочной теоретической основы. В частности, большинство систем по-прежнему ориентированы на минимизацию уменьшения акцента, иноязычного акцента, на произносительный стандарт. Они не на достижение понятности речи и не подходят для обучения в рамках коммуникативного подхода. И одним из наиболее перспективных подходов CAPT к обладению иноязычной просуде является визуализация просадических единиц на экране. Это позволяет учащимся получить мгновенный ответ, сравниться на интернационный контур с образцом. Исследований, доказывающих эффективность визуального представления в обучении и просуде немало, но тем не менее преподавателям и студентам требуются специальные знания для интерпретации акустических данных. Все это представляет собой серьезные ограничения в использовании программ визуализации для самостоятельной работы студентов во время экстренного дистанционного обучения. Итак, мы показали, что CAPT-технологии не могут предложить готовое решение, которое отвечало бы запросам времени. Очевидно, что существующие технологии не могут рассматриваться как панацея для экстренного дистанционного обучения и не могут обеспечить полноценную замену очному обучению. Следующий слайд, пожалуйста. В нашем исследовании мы представляем модель обучения просуде на основе комбинации технологий, направленных на подготовку студентов к иноязычной профессиональной коммуникации. Цикл просадически ориентированных заданий интегрирован в курс по академическому говорению как одна из предпосылок успешного профессионального взаимодействия. Период обучения продолжался три месяца. Ограничения исследований включали онлайн-формат и отсутствие контрольной группы. Несмотря на то, что в обучении всегда есть место инновациям, в трудные времена необходимо отдавать предпочтение надежным технологиям при условии и к соответствии целям обучения. Именно поэтому наша модель построена с использованием хорошо зарекомендовавших себя технологий. Следующий слайд, пожалуйста. На начальном этапе, мы его назвали диагностический, студенты ознакомились с эталонными и антиэталонными презентациями инженеров, естественно, записанными в YouTube, выложенными в YouTube, как носителей, так и не носителей языка. В ходе опроса в Google Service студенты оценили уровень выступающих, таким образом имплицитно ознакомившихся с целями обучения. В ходе онлайн-обсуждения результата опроса обучающиеся оценили уровень сформированности просадической компетенции спикеров. В результате групповой рефлексивной работы онлайн студенты осознали значимость владения просадической компетенцией. Следующий слайд, пожалуйста. На промежуточном этапе обучения мы добавили в курс блок заданий, направленных на обучение простатическому оформлению, информирующей и убеждающей речи. Основной технологией для обеспечения обратной связи стало цифровое портфолио, понимаемое как динамический архив учебных артефактов. Портфолио было создано преподавателем в YouTube для загрузки видеозаписи обучающихся. Обучающиеся получили к нему доступ и могли в любое время иметь к нему доступ и просматривать свои видеозаписи. Следующий слайд, пожалуйста. Контрольный этап включал в себя самостоятельную работу по моделированию профессиональной коммуникативной ситуации, выступления с результатами научного исследования, правильно оформленной с точки зрения просодии. Следующий слайд, пожалуйста. Внедрение данной модели оказало существенное влияние на формирование просодической компетенции у студентов технических специальностей. Диагностика показала, что обучающиеся смогли уверенно определить эталон. Опираясь на эталонное просодическое оформление и цели обучения, студенты смогли гораздо более продуктивно оценивать продукты в своей речевой деятельности. Ключевым средством оценивания было цифровое портфолио, возможность непрерывно отслеживать прогресс обучающихся с постоянным доступом к образцам речи позволила им воспроизводить и анализировать свои результаты без ограничений, типичных для очного обучения. Поскольку не существует цифровых инструментов, которые предоставляли бы мгновенный отклик на просодические модуляции, то при оценивании мы опирались на специально разработанную рейтинговую шкалу. Следующий слайд, пожалуйста. Как видим на слайде, во время промежуточного контроля, это средний столбик, количество учащихся, достигших среднего уровня сформированности просодической компетенции, увеличилось почти в 4 раза. У нас было 40 студентов, 27 студентов достигли среднего уровня владения просодической компетенцией. А итоговый контроль показал, что количество учащихся с положительными устойчивыми результатами достигло 90%. Наблюдая за реакциями учащихся во время бесед в Zoom, мы отмечали положительную тенденцию в повышении их мотивации. Этому способствовало изменение их взглядов на ранее игнорируемые аспекты профессионального общения, усиление уверенности в использовании онлайн-инструментов при обладении довольно сложными умениями в ходе экстренного дистанционного обучения и повышение уровня учебной астономии. В исследовании нашел поддержку тезис о том, что преподаватели должны отдавать предпочтение технологиям, которые в первую очередь соответствуют целям обучения, а не тем, которые кажутся новейшими, самыми крутыми и привлекательными. В заключении своего выступления отметим, что результаты исследования имеют важное практическое значение. Они в определенной степени опровергают аргументы против возможности обучения просодий в дистанционных условиях. Мы разработали модель, которая способствует снижению рисков потери в обучении с помощью педагогически обоснованных, практичных и доступных цифровых инструментов. Мы надеемся, что наше исследование будет полезно для тех, кто испытывает неуверенность в использовании новых технологий с целью развития умений невербальной коммуникации. Предлагаемая модель может, по крайней мере, в определенной степени быть перенесена на другие аспекты преподавания иностранного языка в целях обеспечения его непрерывности. Уважаемые коллеги, я закончила свое выступление. Если будут вопросы, я буду рада на них ответить. Спасибо большое. Спасибо. Очень интересный был доклад и чуть поструктурированный. Действительно, мы видим, что это действительно серьезное исследование, которое предшествовало ему. То есть я вот хочу тоже следующую свою презентацию посвятить вопросам формирования фонетической компетенции. Конечно, то, что сделали вы в области академического, английского, устного, я так понимаю, вы работаете, это очень полезно. В том смысле, что многие взрослые, уже достаточно обучаемые, они обращаются к нам за помощью, когда им нужно поехать на какую-то конференцию выступить. Я понимаю, что сейчас в условиях дистанционного формата они никуда не едут, они выступают. Но это тем более как бы увеличивает процент того, что они могут принять участие, выступить с докладом где-то, поучаствовать в круглых столах и так далее. И для этого им нужен хороший язык именно с точки зрения коммуникации. И вот зачастую, когда раньше все сводилось в тосток презентации, иногда сейчас тоже это, допустим, человек выступает с докладом, а уже доклад за вопрос издается только в чате, исключительно, если это какие-то технические конференции. Человек обращался с тем, чтобы его можно было как-то подготовить. Поэтому устный академический английский, он чрезвычайно важен. Очень важен профессиональный аспект, который вы рассмотрели. Потрясающий совершенно у вас анализ всех данных. И мне кажется, что, конечно, вот такое исследование в области лингводедакции, оно, безусловно, будет иметь применение. То есть, безусловно, найдутся люди, которые воспользуются результатами, которые действительно, которым они принесут плоды. Потому что мы часто оказываемся в этой ситуации, особенно в рамках магистратуры, как достаточно относительно, скажем так, формы, такой не очень еще у нас осознанной в нашем российском образовании, в аспирантории и так далее. Спасибо огромное, Татьяна, вам за ваш доклад, очень интересно. Может быть, какие-то есть вопросы, замечания, комментарии? Если позволите, у меня возник такой вопрос. А эта программа проверяет выбор студентами семантических центров высказывания ключевых слов? Дело в том, что... Спасибо большое за вопрос. Если можно, да, демонстрацию экрана. Убрать? А, я думала, я хотела на своем показать. Ну ладно. Дело в том, что это не программа. Речь в нашем случае шла о модели обучения с использованием доступных, проверенных, хорошо зарекомендовавших себя цифровых инструментов. То есть мы... Я поняла ваш вопрос, как производилось оценивание. Оценивание производилось преподавателем, мною, на слух, слуховая рецепция. Семантические центры, оцениваемые параметры. Фразовое ударение, словесное ударение, базовые тоны, падение, подъем, паузация, потом темпоральный контраст и контраст полугромкости. А, имеется в виду фразовое ударение, то есть акцентуация. Учитывался сдвиг ударением под влиянием ритма. То есть это на английском языке было, да, сделано? Да, да, конечно. А вот эти вещи с ритмикой подвижной оценивались? Или вот языковое, языковое фразовое ударение? Или все-таки речевая акцентуация? Речевая акцентуация, конечно, оценивалась, да, это фразовое ударение и синтагматическое членение. Вот эти два параметра оценивались, да. И что касается интонационного оформления, это движение интонационного контура. Только два, и вверх, и вниз, да, падение и падение. Тоны, тоны, не шкалы. Нет, шкалы не входили, поскольку курс у нас очень ограниченный, технический вуз, временные ограничения серьезные. Ну и, собственно, для нас это не совсем целесообразно было. Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Есть еще вопросы какие-то в аудитории? Если вопросы еще есть, пожалуйста, пишите в чат, и я тогда непосредственно перейду к нашему последнему докладу, то бишь к моему, да, и хотела, конечно, сказать сразу же, оценить вот на фоне предыдущего доклада, что доклад является частью, мой доклад является частью нашего, скажем так, приединенного проекта, в котором мне отводится роль изучения фонетической компетенции в контексте устного общения. То есть в чем-то мы перекликаемся. На самом деле в проекте участвуют три моих коллеги с кафедры иностранных языков лингвозидактического логического факультета, которые тоже обучают студентов из Китайской народной республики. И проблема, с которой сталкиваются преподаватели, она общая. То есть я думаю, что те, кто обучал иностранных студентов из Китая, сталкивался с ней. Это проблема затрудненного восприятия устной речи на английском языке. И тому, естественно, есть ряд объективных причин, но самое главное, что эта проблема была поставлена в угла в угла. То есть появилось непосредственное желание оптимизировать процесс обучения данной категории. И вот в связи с этим мы разработали внутренний проект. У нас есть такая возможность начать с внутреннего проекта. То есть мы хотим отработать основные моменты, которые могут всплыть дальше, которые могут появиться, возникнуть. И мы хотим, собственно говоря, в несколько этапов обозначить себе те проблемы, которые могут еще обрисоваться, которые могут еще появиться. И, собственно говоря, уже потом заявить этот проект уже как на более серьезном, скажем так, уровне. Хотя этот уровень предварительный, аналитический, мне кажется, не менее важным. Потому что очень многие коллеги сегодня, вот как я наблюдаю, сразу пытаются подвести итоги сделанного. Не всегда это, понимаете, с одной стороны, мы живем в такое время, когда нужно действовать очень быстро и ориентироваться. С другой стороны, нужно, конечно, какому-то материалу дать возможность отстояться, да, как-то понять, что происходит. Сейчас всем говорил про слайд-шоу. Сейчас, секундочку. А, так, вот так. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас на самое начало. Так, вот. И так вот, ну, про устное речевое общение мы все прекрасно понимаем, что фонетика, как бы она ни была важна, она всего лишь часть, составляющая часть устного речевого общения. То есть мы говорим о лексике и грамматике, лексика, да, то есть словарный запас, значит, владение ими грамматическими структурами. И фонетический аспект, конечно, как внешняя и очень важная составляющая коммуникативных ошибок, которые они допускают в своей речи. Вот, поэтому вот фонетическая компетенция синафонов, она представляет собой наиболее такую волевую точку, скажем. Потому что, когда мы работаем и еще работаем онлайн, да, то есть мы работаем с использованием образовательных платформ, мы работаем на платформе MS Teams, вот эта образовательная платформа, она создает такие дополнительные сложности. То есть мы не всегда способны, мало того, что воспринять звучащую речь синафонов, сейчас я поясню этот термин чуть попозже, нам сложно порой сегментировать их речевой поток. И это в конечном итоге сказывается на понимании собеседника в целом. То есть если мы возьмем синафонов, почему вообще это слово, почему этот термин используется в моей презентации? Потому что мы прекрасно понимаем, что если мы говорим о глобальном английском, о вот Дэвиде Кристоле, о World English и так далее, то же самое существует в такой огромной стране, как Китайская Народная Республика. То есть когда мы сталкиваемся с китайским языком, не факт, что родным языком являются одни и те же версии, да, то есть существуют различные версии китайского языка. Тем не менее, именно студенты из Китайской Народной Республики составляют значимую, то есть основную, мне кажется, наибольшую часть наших иностранных студентов по различным демографическим причинам. И эти студенты, они имеют не только различные вариации китайского языка, как родного, они имеют также различные опыты изучения языка. И вот нам хорошо известно, что наполняемость в классах в Китайской Народной Республике достигает 50 человек. И студенты сами говорят о том, что они не практикуют узное общение, то есть в основном выполняется тот формат заданий, который допускает массовость и одновременность. То есть это задание по аудированию, прослушайте тех, по чтению, по письму и так далее, то есть по учебному письму. И еще больше это осложняется в нашем случае трилингвальной, а может быть и мультилингвальной ситуации, потому что китайский язык изучается в контексте дополнительных иностранных языков. И вот я тут немножко, наверное, выступлю вопреки докладу Инди Джилета на пленарном заседании, который сказал, что он не видит особой разницы между английским как вторым и английским как иностранным. Здесь существует как раз разница, потому что для них русский язык является вторым, потому что они изучают его в среде изучаемого языка, а вот английский для них является иностранным. Иногда, как у нас на факультете, иногда появляется возможность изучить еще дополнительный какой-то европейский язык. И система китайского языка как родного, она как раз обусловливает эти серьезные фонетические трудности, которые связаны вот с тем, о чем я говорила, с мультилингвальностью обучения. И в первую очередь, конечно, если мы рассматриваем эту точку зрения с лимитической стороны, то, конечно, это различия языковых систем. То есть если китайский язык слогофонемный, то английский язык, мы знаем, что и как основная масса европейских языков, для нас очень важны вот эти звукобуквенные связи. В то время как для тех, для кого родным языком является китайский, для них это слоговая система, и слог имеет значение. И, как я уже говорила, что формат дистанционного обучения, он еще больше обостряет эту проблему, делает ее более и более существенной. Какие ошибки допускают наши студенты? Ну, понятно, что это неверное ударение в слове. В первую очередь, мы понимаем, что такие ошибки допускаются даже носителями русского языка на русском языке. То есть это очень сложная область. И, конечно, в этом плане синафонам, то есть китайцам из различных провинций, им сложно выбрать правильный вариант. И зачастую они задаются вопросом, а почему мы приезжаем в Россию и изучаем здесь английский язык? Нелогичнее ли нам было поехать, допустим, в какую-то англоговорящую страну? И здесь, конечно, мы отталкиваемся от основной теоретической концепции межкультурной коммуникации. То есть мы говорим, что вы изучаете английский язык как язык межкультурной коммуникации. То есть вам нужен этот язык для того, чтобы вы могли общаться со всем миром. Кроме неверного ударения, существуют и артикуляционные трудности. То есть, допустим, студент в общем и целом знает, как произнести слово, но его недостатки артикуляции не позволяют его донести. Мы проводили свой предэксперимент, я его так, наверное, буду называть. Проводили на материале темы медицина. И, как вы понимаете, она очень актуально перекликается с темой COVID-19. И вот были слова, которые студенты просто не могли прочитать. Не потому что они не видели фономатические записи, не потому что у них не было транскрипции, а потому что их артикуляционный аппарат не был готов. Несмотря на то, что они прослушали на первом курсе, забыла сказать, что это студенты третьего курса. На первом курсе у них был очень серьезный водный фонетический курс. И в дальнейшем они продолжали тоже изучать интонацию, контур. Но в устной, быстро звучащей речи, в коммуникации, они все равно продолжают совершать ошибки. И поэтому вот эта фразовая ударение, например, тоже я бы назвала этот эксперимент многочастным, потому что если, скажем, в упражнении, когда им дается прочитать фразы, они совершенно верно делают ударение интонационное, то когда мы начинаем говорить в потоке, вот каждая тема раздела заканчивается электронной презентацией. И вот в первых темах я столкнулась с ситуацией, что было невозможно понять порой выступающих. То есть не просто какие-то, скажем, неправильно, неверно произнесенные слова, которые встречаются у русскоговорящих студентов, а именно просто какие-то блоки, которые всплывали, из-за которых терялась, скажем так, нить раскапа. И вот интонационный мелодический рисунок, вот просодия, про которую говорила Татьяна, то есть он тоже, он вот, мы говорим, фразовое ударение, вот оно выражается в том, что рисунок фразы в целом, мелодика речи, мелодика, вот, наверное, так лучше сказать, мелодика речи, она отличается, то есть вот нет в этого нисходящей-восходящей, да, типичной интонации, которой мы определяем синтаксические, простые синтаксические структуры в английском языке. Существуют, конечно, ошибки, вызванные тем, что у них есть неуверенные грамматические знания, то есть если они не знают какого-то грамматического явления, соответственно, это отражается на их фонетике. И то же самое можно сказать о неправильном употреблении слова. Естественно, проводилась профилактика звукопроизносительных ошибок, и вот опыт показал, что вот фономатическая запись, то есть транскрипция, она не всегда вручает, и больше помогает использование озвучки в словарях, онлайн-словарях. Мы знаем, что сейчас каждый уважающий себя университет, мы пользовались словарями с высокой репутацией, Оксфордский университет, Кембриджский университет, Мэриэм Вепстер, они предлагают варианты озвучания слова. Тренировка, артикуляция на основе скородоворок, это тоже не новый прием, но, например, использование его показало, что студенты не всегда готовы, понимаете, мы можем раз поправить, два поправить обучаемого, но присутствие окружения своих сопровников, он может испытывать неловкость, неудобство, поэтому вот этот вопрос, он стал достаточно остро. Я не буду останавливаться на других способах, потому что вот эти вот были, наверное, ведущими моментами. Это я просто показала лексические блоки на этом слайде, потому что там было описано, что лексический блок 1, 2, 3. То есть вот по теме медицина был вот такой блок. Первый блок у нас был, выступал в качестве тестов для чтения, о которых сейчас я буду говорить. Второй блок мы дополнили на теме малярии, там идет в учебнике тема эпидемии, мы дополнили темы, которые нам более актуальны, лексикой для COVID-19. И на теме dependent prepositions мы уже составляли предложения, и они их читали. То есть вот когда мы проводили, мы разделили условно-фонетическую компетенцию в условиях устного общения на дискретную, то есть когда отдельные слова произносили неправильные, и на потоковую, то есть коммуникативную, в кавычках назовем, потому что и та, и другая, конечно, являются сторонами коммуникативной компетенции. То есть сначала они выполняли тест на чтение новых слов, вот те, что вы видели прежде, на полной здесь, блок слов новых по теме. Там 18 слов, характерные, то есть от 13 до 15 ошибок, от 13 до 15 правильных ответов, прошу прощения, было в целом. Далее был тест на чтение слов, в которых были уже совершенные ошибки, с небольшим добавлением. То есть мы посмотрели в конце, по окончанию темы, насколько они усволили произнесение конкретной лексики, актуальной в данном контексте, и добавили несколько, ну буквально там 2-3 единицы, которые нужны были для следующего теста. Чтение неверно прочитанных слов в следующем контексте. То есть здесь нужно было, интересно было посмотреть, вот как. Актуализируется ли это ошибка, допустим, если они считают связанный текст, если это как-то связано по смыслу. У них была, естественно, опора, поэтому для коммуникативной политической компетенции мы предложили им запись. Вот хорошо, что наши образовательные системы сейчас дали нам эту возможность в записи. То есть мы записали на тест запись сообщения COVID-19, там различные были темы, начиная там от симптоматики, симптомы, меры правительств различных государств по предотвращению пандемии, вакцинации и так далее. То есть о чем угодно они могли говорить, но с использованием лексики. И в течение минуты запись была. Потом они эту запись сдавали, и что очень удобно, что ее можно в любой момент остановить, конечно, отметить какие-то ошибки, которые допустили, дать какие-то рекомендации и так далее. Затем заключительным тестом коммуникативной политической компетенции было то, что они записывали уже высказывания о себе, о своем опыте. Вот это тоже очень важно с педагогической точки зрения. Они вспоминали то, как было с ними, что с ними произошло в детстве, как они болели, что сделали их родители, куда их отвезли, как их лечили и так далее. То есть здесь важно было посмотреть, насколько выученная лексика будет у них работать в устной речи, в устном речевом общении. И уже электронная презентация по материалам нашего предварительного такого эксперимента, она уже была не в всей группе, там одна, две, три темы, на всю группу, а было уже подразделение. То есть группа A – это была самая сильная группа, они свободно могли выбрать любую тему. B – были ограничены теми словами, которые использовались в первом тесте, то есть в профессии, заболевания и всевозможное. Так, я так понимаю, что у меня две минуты осталось. Это всевозможная лексика, связанная с различными видами терапии и так далее. И эти электронные презентации, они уже были незначительно лучше. Тем не менее, обращая ваше внимание на то, что я пролистаю один слайд, тем не менее, обращая ваше внимание на то, что скороговорки были неудобны им, как взрослым, молодым людям, в присутствии других молодых людей, скажем так. И им все равно приходилось обращаться за звуковыми образцами к словарям. И дело в том, что вообще работа над фонетической стороной, когда происходит обучение устному общению, кажется, иногда воспринимается преподавателем как нечто, с одной стороны, необходимое, а с другой стороны, похищающее у него то самое драгоценное время, которое хотелось бы использовать для коммуникации. Поэтому было решено, в принципе, мы с коллегами приняли решение, что, наверное, узкоспециальными инструментами станут мобильные приложения. И вот мы стали рассматривать два вида основных, как узкоспециальные, то есть мобильные приложения, поскольку наши студенты сейчас пользуются мобильными телефонами без конца, то есть телефон – это то, что всегда находится при обучаемом, если мы говорим о самостоятельной работе, это важно. И поэтому мы рассматривали мобильные приложения для знакомства со звуковым образом слова и те самые твисты, о которых мы говорили. То есть у нас были определенные критерии для анализа узкоспециальных цифровых инструментов, то бишь мобильных приложений, то есть вот этих, которые могли решать те самые педагогические задачи, которые нам нужны были в контексте обучения. И вот разработали мы определенные критерии. Естественно, то есть когда вы смотрите на Google Play, вы найдете там 44 приложения, там твисты, при этом на iOS их будет 4 приложения. И вот задача, например, состоит в том, чтобы выбрать, отобрать. Это очень сложно. Сегодня несколько раз говорили, учители как фасилитатор, мне все время хотелось сказать и навигатор, поскольку нам нужно найти, понимаете, именно найти, направить в нужное русло, выстроить маршрут. И здесь вот, конечно, мы должны помочь в самостоятельной работе именно предоставлением им вот этих вот узкоспециальных цифровых инструментов. То есть если мы найдем, я сейчас покажу табличку небольшую совсем по анализу. То есть мы проанализировали вот эти вот узкоспециальные звуковые инструменты в сфере общего звукопроизношения, то есть они набирают, условно говоря, слово, и они могут найти аналог. Но вот зря я перелистнул предыдущий слайд. Важен функционал приложения, потому что не все приложения, допустим, предоставляют функцию записи, прослушки, своей речи, вот как они произнесли это слово, возможность визуализации звука. Есть ряд приложений, например, приложение Save, которое позволяет визуализацию. То есть, во-первых, можно медленнее, быстрее. И это не все программы, не все мобильные приложения, прошу прощения за оговорку, не все мобильные приложения могут предложить. Поэтому здесь действительно требуется очень тщательный анализ, потому что перевод в описаниях иногда заставляет так улыбнуться, мягко говоря. Там Google Fronten переводят переводчики, айтишники, очень забавно. Но, тем не менее, вы читаете все описания, вы обращаетесь к iPad и одновременно к Google Play. То есть, вы сравниваете, потому что очень важна кроссплатформенность. Мы столкнулись с тем, что, желая начать уже потихонечку попробовать, столкнулись с тем, что приложения были актуальны для смартфонов, для Google Play, но не были найдены в системе iOS. Поэтому вот кроссплатформенность – это очень важный фактор. И вот поскольку в следующей табличке вы видите, что вот эти выделенные красным приложения, они, в принципе, актуальны и для обеих платформ, для iOS и для Android. Раньше по видам музыки, по-моему, поколения делились, сейчас по операционным системам. Вот. И что касается English Town Twisted, здесь проблема, потому что найти вот такое приложение пока не представилось возможно. Возможно, кто-то подскажет мне из участников конференции. Вот. Но пока видим такой выход из этой ситуации, что они будут использовать, часть группы будут использовать одно приложение на iOS, а другая схожая по функционалу приложения на Google Play, то есть на смартфонах, на системе Android, прошу прощения. Вот. То есть вот так выглядит, наверное, вот этот эксперимент, который мы собираемся провести. И сейчас мы предварительно описали его и вывесили в нашу систему описание. Вот. Это одна, еще раз подчеркну, что это одна из, заключительная часть, скажем так, нашего эксперимента. И двое моих коллег сегодня выступают у вас на конференции, но в другой секции. Вот. Хорошо. Спасибо вам за внимание. Спасибо вам за то, что вы нашли возможность меня выслушать, потому что, конечно, по сравнению с предыдущим докладчиком, доклад выглядит, может быть, не настолько проверенным на каждом этапе, не столько взвешенным, не столько, может быть, выверенным статистически. Но поскольку меня интересует коммуникация, мне всегда важно, чтобы меня поняли. Вот. А цифры и какие-то более конкретные факты я обычно оставляю для публикации. Спасибо большое. Есть ли у вас какие-то вопросы? Я сама и себя вопросы задам сейчас. Мария Юрьевна, во-первых, спасибо большое за доклад. Нечасто встретишь на конференциях доклады, посвященные обучению фонетике, и, в частности, доклады, которые, исследования, которые проводятся в русле современных подходов. Вот сегодня у вас неоднократно прозвучала понятность речи, понимание, что сегодня является целью обучения произношению. И мне, например, очень радостно, что я нашла единомышленника, поскольку до сих пор в педагогическом сообществе есть убежденность, что мы должны ставить во главу угла акцент, что минимизация акцента для нас является целью обучения. Такой трудноизживаемый стереотип. Поэтому, когда я услышала понимание и понятность, сегодня я просто безумно вам благодарна, что, наконец-таки, есть, как сказать, трезвомыслящие люди современные. Спасибо вам. Потому что я с вами абсолютно согласна и тоже сталкивалась вот с этой позицией, когда вот до тех пор, пока не будет идеального произнесения звука, а здесь вот именно вот в концепции кристалла, да, когда мы говорим о том, что туча существует, огромное количество, простите за сленг, огромное количество различных вариаций английского языка, когда существуют у нас концентрические круги качрё, когда мы говорим, что вот она, аудитория, которая говорит на английском, она гораздо больше той аудитории, которая представлена носителями этого языка. И, конечно, во-первых, чисто человеческий фактор, кстати, сыграл роль вот в этом, потому что очень хочется помочь вот этим студентам. Они очень мотивированы в целом. Они хотят изучать язык. Они хотят выйти, вот быть наравне, скажем так, и выйти вот на черту, где они способны использовать язык для межкультурной коммуникации. И, конечно, если мы будем только уделять внимание лингвистической стороне вопроса, только, скажем так, вот правильно звук должен произнести. Мне кажется, это не совсем правильно. Нужно думать о конечном итоге. И это будет тоже в ключе, в принципе, компетентный, да, мы говорим о компетентности, чтобы они могли использовать язык. Спасибо вам большое, Татьяна. Спасибо вам. Спасибо большое, Мария Юрьевна. Очень интересный, действительно, взгляд использования приложений электронных. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот разработчики этих приложений, они насколько им можно доверять, и насколько они в трезисках? Спасибо вам большое, Полина. Непопытно. Во-первых, я хотела подчеркнуть, что Полина Александровна является, Татьяна, тоже вашей коллегой. Вот, и вообще мои... Да, практические фонетисты. Очень много занимается политикой, так что контакты можно устанавливать на поле, очень будет вам интересно пообщаться. И нам, мы вчера провели очень много времени, желая проверить систему, как работает. Вот, так вот, насчет доверять. На самом деле, я знаю наших коллег, которые защищались, защищались успешно, которые потом ушли, ну, то, что мы сейчас говорим, уйти в бизнес. То есть, поскольку мы понимаем, что образование превращается сейчас, в общем-то, не только в какую-то сферу государственную, но и в бизнес. Вот эти вот разработки приложений, она превратилась уже в такую вот область, потому что большая часть приложений платные. Я вот опять-таки не знаю, что я пролистнула этот лист критериев. Один из критериев – финансовая доступность. Так вот, конечно же, если это работа на, так сказать, какую-то финансовую компенсацию, то мы можем столкнуться напрямую с тем, что эти мобильные приложения могут оказаться нерабочими. Именно поэтому, мне кажется, интересно именно изучить их с методической точки зрения, да, с точки зрения лимбозидакции, по крайней мере, новейшей тенденции, вот теории обучения иностранным языкам. Вот, а отвечая, если вот коротко, то нет, не все заслуживают доверия, безусловно, абсолютно с вами согласна. Вот эта вот новая тенденция к мобильному обучению, она все равно еще, мы вот видим, наверное, с вами тоже, что несмотря на то, что мы говорим, что студенты используют мобильные телефоны, что они живут с мобильными телефонами, жизнь неразделима. Тем не менее, вот пока в дистанционном формате, в основном, мы пользуемся все-таки такими устройствами более или менее стационарными. Опыт есть уже использования мобильных приложений, безусловно, но мне кажется, что он не такой широкий, как в дистанционном обучении, конечно. Да, безусловно, есть ресурсы статические, там плавари произносительные в электронном виде с доступом, да. А вот другая форма, видимо, коммуникативная, да, между студентом и приложением, закреплением лексики в том числе. Нет, я, может быть, не очень четко сказала. То есть я понимаю так, что есть какая-то часть работы, которая может быть вынесена за рамки занятия, понимаете? Вот, и сейчас, опять-таки, тенденция к самостоятельности студента, она очень хорошо просматривается. И вот эта вот взаимопроверка, да, которую мы используем, взаимопроверка работы, они комментируют же потом эти работы. И самостоятельная работа над своим произношением в том числе. Другое дело, что, опять-таки, преподавателям-методистам, да, вот, которые занимаются этим вопросом, нужно разработать систему мониторинга. А как отслеживать, да, вот они будут, они пользоваться этими мобильными приложениями или нет? Ну, я рассказывала на вашей конференции, как-то пару лет назад в ВКонтакте, когда я работала, я просила ставить лайки. Поставили лайк мне, я говорю, это не значит, что вам нравится мой пост. Просто покажите, сколько человек прочитало его таким образом, да. Нам нужно найти какие-то механизмы, которыми можно будет все-таки проверить, сколько таких вот скороговорок, да, там, человек произнес при помощи мобильного приложения, сколько слов он посмотрел, как он использовал это в тесте. Это уже отдельная, так сказать, следующая же этапа. Думаю, что мы условно этим обязательно заметим. Еще один вопрос относительно понимания. Вы затрагивали, и Татьяна Александровна сообщила, что важный все-таки на первый план выходит понимание. А как оценивается понимание? То есть кто будет понимать, и вот этот вопрос, как его нащупать? Да, спасибо вам огромное за вопрос, поскольку мне кажется, Полина Александровна, что мы вчера его затрагивали, поскольку основная сейчас тенденция, да, что слово, речь, там, фраза, да, то есть вопрос, не слово, как это, должна быть узнаваемой. То есть мы говорим о том, что акцент – это не самое страшное. У нас была замечательная конференция в Санкт-Петербургском университете, где присутствовал Дэвид Крысто, кстати, я сейчас вспомню, именно он. И когда ему студент один задал вопрос, скажите мне, пожалуйста, как мне избавиться от акцента? Знаете, что ответил Дэвид? Он сказал, вы что, шпион, зачем вам это нужно? Естественно, мы их интересуем в том числе, как и носители акцента. Если у нас нет акцентов, то мы теряем ценность, да. Да, конечно, поэтому он так вот пошутил, он имеет право, он профессор там, но это был ответ на вопрос, понимаете, нужно ли нам избавляться полностью? Конечно, если мы разговаривали с подругой в Лондонском кафе, нас приняли за полик, да, допустим, они услышали какое-то славянское звучание такое, да, вот в нашей речи, это было очень-очень давно, вот. Но смысл в том, что мы узнаваем по акцентам, разве это плохо, что мы пользуемся английским языком как языком межкультурной коммуникации. Возвращаясь к нашей теме конференции, теме секции, цифровые технологии в обучении, и вот сегодня, мне кажется, что вот вчерашний семинар, в котором я принимала участие у Дмитрия Александровича Кричкова и Елены Борисовны Ястребовой, вопрос был, что вот вы видите как перспективу, да, перспективу развития цифровых технологий, международность, междисциплинарность или индивидуализация. Вот я бы сказала за международность, потому что мне кажется, что вот этот вот язык, оставя там все аспекты, которые с этим связаны, он все равно это общий ключ наш, да, это наш способ построить общее какое-то сооружение, понимаете, это очень важно, мне кажется, что это для этого он им нужен в первую очередь. Можно комментарий небольшой, совсем небольшой комментарий, да, вот на вопрос Полины Александровны по поводу того, кто оценивает, оценивает другой носитель и не носитель, и не носитель чаще всего, да, рецепент, который выступает чаще всего не носитель в наших условиях, да, о чем говорила Мария Юрьевна. Но тем не менее, вот что мне интересно, то, что вот этот вот комплекс умений и навыков, которые обеспечивают, гарантируют понятность речи, с точки зрения просодий, входит очень немало. То есть это такой комплекс серьезный. Это и словесное ударение, и фразовое, и синтагматическое членение, изменение высоты тона, регистра, темп речи, интонационное оформление. А, да, да, просодийские характеристики. Да, но считается почему-то, что они в большей степени обеспечивают понятность речи. Конечно, сегментные тоже, да, но вот просодия здесь особняком стоит. Исключается из этого комплекса интонация вопросительных предложений в силу вариативности или там низкой частотности употребления. Но, тем не менее, мы не можем сказать, что вот эта вот теперь понятность речи как цель, она очень ограничена, да. То есть в этот комплекс умений немало входит. Но это коммуникативные способности в том числе. Ведь все-таки понимание обеспечивается разными каналами восприятия. Это может быть и звуковая картинка, и мимика, и все что угодно, да, и осязание, и в том числе, и, конечно, звуковой канал. То есть вот вопрос понимания, он комплексный очень. Потом человек видит или не видит, он скоммуницирует этот диалог, или это монологическая речь, какого регистра, какова аудитория слушателей, отсюда громкость и так далее. То есть вот этот момент понимания – это что? Да, Татьяна, я еще хотела ответить на ваш вопрос, на ваше замечание, на вашу ремарку. Про судей занимается коллега, которая сегодня выступает, вот Вишаренко Светлана. Я обязательно вас тогда свяжу. И она вот, ее часть именно вот эта. То есть у меня уже вот вообще не, скажем так, больше акцент на том, какие ошибки в устной речевой коммуникации. То есть коммуникативный подход, обучение, вот, общению. Конечно, без этого нельзя, но просто она предыдущий вагончик паровоза, понимаете, вот, может быть, из-за этого я не включила эти вопросы. Я думаю, что мы в целом делаем потом общую статью, и, безусловно, там мы коснемся этого вопроса. Без этого просто никак. Как еще? Хорошо. Желаю всяческих успехов. Спасибо большое. Полина Александровна, мне показалось, что вы вопрос задали. Нет, я просто размышляю, да, вот как-нибудь понимание, понимание, насколько он понимает. И акцент, ключевые центральные термины вот в этом новом подходе, это intelligibility, понимание. Ну, это известная фраза, да, сифра и все так. И компрехенсибилити, собственно. Да, лингвы, франка, хор, это все правила, да, не существуют, но вопрос все равно открытый достаточно, как регистрируется это понимание. Соглашусь. Спасибо большое. Мы просто увлеклись нашим фонетическим аспектом, а на самом деле, конечно, тема нашей секции – это цифровые технологии в обучении иностранным языкам. Она немножечко по-другому звучит. Да, в новой системе координат название. Потеряла я свою шпаргалочку. Но смысл вызовы новой реальности. Вот мы говорим о том, что вот она, новая реальность. Но новая реальность, она как раз и сводится к тому, что мы используем язык в системе межкультурной коммуникации. Новая реальность сводится к тому, что вот начала свой доклад у нас Людмила, которая нам рассказывала об обучении иностранному языку, что изменилось, изменилось вообще обучение в дистанционном формате, что нас поставили перед этой проблемой, и мы, как солдаты, должны были решать эти вопросы, отвечать на них, отвечать на те вызовы, которые возникали. И вот сегодня у мэрии Георгиевны блестящий был доклад. Очень интересно она тоже в плане вот этого Чешановского, этого Петраэдра, рассказала нам о том, что вот как технологии, вот сейчас вершина другой совершенно, треугольник превратился в тетрайдер. Мы по-другому стали воспринимать более объемные вещи. И сегодня были очень такие серьезные доклады, прекрасный доклад нашей коллеги, из Японии, из Ногойского университета. У Стеллы просто очень хороший был доклад. Мы видели, насколько он продуман, взвешен. И мы понимаем, что синдром этот существует, вот эти стратегии, которые помогают нам как-то справляться с той ситуацией, в которой и мы, и наши обучаемые оказались. Мы говорим о лингвистике и лингвозидактике, то есть наши обучаемые, конечно, они также испытывают. Надо как-то придумать, что сделать, как помочь. Очень интересные были доклады, конечно, по словарям. И там тут просто снимая шляпу, то есть настолько такой серьезный подход, то есть настолько глубоко, взвешенно докладчики представили свои разработки. Это было очень впечатляюще. По французскому языку, по системе оценки тоже у нас дискуссия прямо в процессе возникла замечательная. Поэтому мне кажется, что все удалось. Если есть какие-то комментарии, приветствуются. Комментарии приветствуются. Я бы в свою очередь хотел поблагодарить руководителей нашей секции, Марию Юрьевну. Мне кажется, были очень яркие подводки. Все было логически взаимосвязано, эмоционально и достаточно интересно. То есть вкупе получилось, как законченное, единое содержание нашей секции. Спасибо большое, Мария Юрьевна. Я тогда тоже присоединяюсь, конечно. Спасибо большое нашему уважаемому руководителю секции. Очень замечательно выявили. И всем, я думаю, очень понравилось. Спасибо за вопросы. Спасибо за вашу обратную связь. И с большим удовольствием также принял участие в следующих конкуренциях, потому что действительно очень существенные доклады. Приятно будет почитать также все это в статьях, которые будут опубликованы. И желаем дальнейших успехов самой конференции организаторам и нашим участникам в научном поиске. Спасибо большое. Спасибо большое. А я хотела сказать про Рину Харламенко. Да, я бы как-то не отметила ее по подводящей на нашем итоге заседания секции. Почт тоже был доклад. Я считаю, что для нас, для всех, как практиков, потому что мы ведь не только теорией занимаемся, но и практикой. Это очень интересные доклады, очень важные. Правда, он так прозвучал. Для нас, у нас впереди экзамены. Для нас это очень все актуально. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а какие-нибудь следы, вот запись нашей сегодняшней секции где-нибудь будет доступна? Я не в курсе. Полина Александровна, будет ли? Запись ведет. Вероятно, будет рассылка относительно того, когда и где это будет выложено, какие материалы, как это будет существовать. Конечно же. Сборник по конференции когда будет? Такой информации. Публикации вы имеете в виду? Пока я не располагаю такой информации. Я думаю, что организаторы свяжутся со всеми авторами статьи. Я в свою очередь хочу поблагодарить всех. Вы знаете, уровень конференции в целом, на этой неделе я была в трех конференциях. Я написала Полине Александровне, что уже иногда забываешь, где ты был, а где не был, где что нужно докладывать. Но это так я, конечно, гипербу вам преподнесла. Но я хочу сказать по своим наблюдениям, что уровень докладчиков в целом, очень возрос. Когда бывали случаи, сидишь на конференции и думаешь, ну, это тривиально, это неинтересно, это уже было. Сейчас как-то либо те, кто организует конференции, отбирают более тщательно, либо общий уровень научно-методический возрос, либо вот эти самые наши технологии заставляют людей над собой работать и развиваться. Но хочу за глубоким удовлетворением отметить высокий уровень сегодняшней секции. Очень много интересного. Со всеми хочется сотрудничать, держать контакты и учиться. Я вот хотела спросить, если позволите, Макаревича, Ирину и Татьяну. Вы, наверное, из области прикладной лингвистики, не совсем преподавателем. Сейчас, секунду, я включаю микрофон. Вы знаете, у нас двойное образование, первое лингвистическое, а второе, это мы закончили, естественно, управление информационными ресурсами. Это, конечно, чувствует. Совершенно другой уровень. Да, совершенно другой уровень. Очень хорошо хотелось бы с вами сотрудничать. Там есть контакты, да, с вами? Да, можем написать еще. Да, если можно. Потому что я руковожу институтом лингвистического и педагогического образования, и мы намерены расширять вот эту вот область, связанную с искусственным интеллектом, да, вот с этими делами. Поэтому я очень заинтересована в контактах с вами. Если можно, вот, примите восхищение глубиной и уровнем интеллекта, так сказать, квалификации вашей. Спасибо большое. Ведущей тоже большое спасибо, потому что все она знает. Даже Чешанова знает, которого знают далеко не все. У нас просто онлайн-курс есть. Да, спасибо огромное, Мария Георгиевна, за это замечание, потому что мы, ну, в одном, видимо, так сказать, направлении работаем с вами. Да, хорошо. Ну, вот видите, я думаю, что в любом случае очень полезно вот эти перекрестные, в чем-то пересекающиеся. Спасибо огромное за хорошую, продуктивную работу. Спасибо. Спасибо всем, спасибо. И, наверное, все. Мы выходим, наверное, из конференции, да, Полина Александровна? Мы с вами... Да, спасибо большое. Я Макаревич. А Ирина, Ирина Макаревич, ты извините. Ирина и Датьяна. Очень хорошо, что у нас получилось такое живое общение, что мы не просто формально заслушивали доклада, что у нас были переходы, обсуждения, рассуждения, и получилось такое живое общение, несмотря на форму дистанционную. Спасибо всем огромное. До свидания. Всего хорошего, удачного завершения конференции. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.